Не ждите меня на работе На туре, на туре, на туре, на туре Смотрите все это на туре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня бы отыщите тут же Гоняющий круглый полушек На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это на туре Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, вечер, а это значит, что в эфире Обзорно-аналитическая передача на туре И в студии ее ведущий я, Дмитрий Ершов И мой коллега Максим Киселев К сожалению, Михаил Меркулов Вновь плохо себя чувствует И сегодня он не сможет нам помочь В нашем непростом деле Но вот мы с Максимом постараемся Поговорить обо всем, да, никого не забыть И традиционно уже, наверное, начнем с Еврокубков С тех матчей, в которых западная команда Представляет свой родной округ Сразу скажу, что для запада В Кубке ЛПЛ, да и вообще во всех Еврокубковых матчах Складывается все очень хорошо Перед решающим, да, перед последним групповым туром Уже практически все команды Обеспечили себе досрочный выход Это в следующую стадию Многие из них, к счастью, для запада Из первого места вышли Но вот две команды для нас Таким под неким знаком вопроса находились До сих пор Это команды Москва и КПРФ Если у КПРФ была, так скажем, война и битва За первую строчку с Торпедой Сити По разным, причем, надо сказать, донесениям По разным инсайдам Я так и не понял просто кому верить Кто-то говорил, что КПРФ хочет выйти со второго места Кто-то говорил, что наоборот нужно выходить с первого Но в итоге мы имеем то, что имеем КПРФ потерпело поражение Довольно-таки крупное От Торпедой Сити Причем, что в гостях, что дома И в итоге лишь только со второй строчки Но зато выходит в следующую стадию плей-офф Да, ну опять же, добрый вечер Поздороваюсь с нашими уважаемыми телезрителями Действительно, Запад себя очень здорово проявляет в этом году По факту все команды обеспечили себе участие в плей-офф Интрига лишь в том, с какого места выйдет Мега-Титан У которого осталась одна встреча в Лиге Чемпионов Ну и, конечно же, наше особое внимание приковано к матчу 1-16 финала Квалификационный раунд Где команды КПРФ и Москва решат, кто из них будет достоин 1-8 Да, вот убил ты немножко интригу Дело в том, что Москва еще как раз не обеспечила себе досрочный выход И нужно было об этом сказать Москва одержала победу на выезде над командой 3 звездочки МЮПи Со счетом 2-1 И вот теперь, да, заняв уже вторую строчку в турнирной таблице Должна сыграть стыковой матч И оба стыковых матча проведет здесь, на Западе, из команды КПРФ Отрадно то, что хотя бы одна из команд западных пойдет дальше Да, вот, но неприятно, что боль жребия, они сошлись в очном противостоянии Если что останется 7 из 8, это отличный показатель Да, с одной стороны отличный показатель, с другой стороны хотелось бы больше Да, как мы всегда хочется большего Давайте, наверное, к Лиге Чемпионов переходить Тем более, что и турнир важнее И здесь не все так было однозначно В первую очередь хочется сказать и поздравить ЦДН, наших риэлторов С первой строчки в турнирной таблице, с выходом с первой позиции Видим мы равенство очков с Авангардом Но ЦДН обыграл Авангард 5-2 А вот на выезде в последнем туре сыграл в ничью 2-2 Но ничья вполне достаточный результат для того, чтобы выйти с первой позиции Здесь, наверное, стоит напомнить, что ЦДН дебютирует в Лиге Чемпионов И сразу же добивается такого успеха, который, наверное, можно в данном случае признать историческим Действительно, занять первое место в такой серьезной группе многого стоит Ну, а и самый главный интерес, а и ажиотаж, как это было понятно из нашей трансляции Конечно же, приковал матч между Мегатитаном и Селтиком Потому что в группе все было совершенно непонятно Так как Мегатитан и Селтик свои матчи переносили И вот пока мы не увидели равенства по играм в турнирной таблице Все было, в общем-то, непонятно до самого конца У нас есть, конечно же, нарезка этого прекрасного матча Максим, ты его комментировал Пожалуйста, свежие впечатления, свежие эмоции Эмоции, конечно же, положительные, какими они еще могут быть Победа Мегатитана, победа крупная Действительно, команда выглядела очень здорово Но до сих пор не отпускает меня переживания, что мы не увидели лучших футболистов Селтика Не смогли приехать они на этот матч В частности, Салихов, а также же Маледдинов, который является действующим чемпионом мира 7 на 7 Ну вот, Шейфердюсов и еще несколько игроков Пожалуй, вот с коллегой Ильей Лукьяновым мы признали, что этих игроков Селтику не хватило, чтобы по-настоящему навязать борьбу нашей западной команде Но, может быть, мы и не увидим У Селтика очень важная игра с тройкой регион И совершенно непонятно, кто окажется победителем в этой встрече А ведь решается как раз выход из группы Так как Мегатитан, одержав вот эту победу здесь, домашнюю Очень сильно улучшил свои позиции в турнирной таблице И теперь уже состоит всего-навсего один матч провести Причем дома, здесь, в родных стенах, на Сетон-Парке И против команды линии Алькор По-моему, там даже ничейный результат гарантирует Мегатитану проход дальше в стадии плей-офф Ну, брали интервью после матча у полузащитника Мегатитана Андрея Моисеева И он сказал, что самое главное сейчас не расслабиться, поскольку линия Алькор не дарит Вот еще, да, Макс, я тебя перебью Но какой же удар удается капитану Селтику Кириллу Сверидову, да, действительно здесь мощнейший выстрел От крестовины Ну, все аж подпрыгнули в комментаторской кабинке, когда это действие в живьем увидели Действительно колоссальный гол, вообще супер, просто супер Ну, вот, а будьте же Малединов, да, и Салихов Может быть, мы еще что-то очень красивое увидели Но теперь остается только вздыхать Победа Мегатитана крупная Ну, вот, Моисеев, возвращаясь, да, к послематчевому интервью Сказал, что очень, тоже команда хорошая, линия Алькор И, несмотря на то, что у них нет очков, нужно очень серьезно подойти к этой встрече Не захочет ли линия Алькор напоследок хлопнуть дверью? Ну, действительно, Мегатитану все зависит от него Хлопать дверью надо все-таки как-то у себя на стадионе Здесь на стадионе парки могут и неправильно понять В общем-то, тем более, что Мегатитан Согласен Ну, это, наверное, команда сейчас, на данный момент, намного выше уровня И поэтому мы ждем, конечно, только победы Ну и, конечно, можно так немножко, наверное, заочно уже Мегатитан поздравлять Да, очень мы удивимся и расстроимся Если Мегатитан здесь не добьется результата И не займет первое место в группе Да, ну и как раз на ваших экранах мы видим, как Мегатитан добывал эту победу Сразу нужно отметить, что Мегатитан повел Но затем вот гол как раз Сверидова вернул паритет в матче И только уже затем Мегатитан усилиями того же вот как раз Андрея Моисеева, да Который после матча общался с тобой, Максим Девилей Матч вот до нужного результата Что интереснее, как мне кажется, да Вот с позиции Лиги Чемпионов И особенно расклада в группе Это вот как раз следующий матч, на который мы хотели бы обратить наше внимание Матч, в котором встречались ВКСП и Кайзер Дело в том, что до конца матча До того, как счет был занесен уже непосредственно на сайт Руководители обеих команд Не знали до конца, как же распределяться, в общем-то, команда в группе Какой счет необходим тому или другому коллективу Для того, чтобы выйти с первой позиции Потому что решалась именно судьба первого места Там ни о чем другом, в общем-то, разговора не шла И здесь мы должны внести некоторую ясность Дело в том, что, конечно же, когда некое равенство по баллам у двух коллективов Сначала идут, конечно же, в расчеты личные встречи, набранные очки Затем лучшая разница Ну и затем уже кто забил больше мячей И вот разница как раз оказалась одинаковой То есть по шесть мячей друг к другу Команды по пять мячей, получается Да, по пять мячей, получается, команду друг к другу забили И уже вступили третий, десятый и пятнадцатый показатели И разница забитых и запропущенных мячей в общем в группе у ФКСП оказалась лучше Всего лишь причем на два мяча 25-12 против 24-13 Все прямо на тоненького произошло в этой группе Но по факту ФКСП выходит из группы с первого места Мы, безусловно, прокуроров с этим поздравляем Ну, скажу честно, другого мы и не ожидали Да, вот, наверное, единственный другой вопрос Насколько важно было выйти с первого места Но, судя по тенденции, которые взяли наши западные команды Что ЦДН выходит с первой позиции Да, что ФКСП с первой позиции И вот теперь важно и Мегатитану выйти с первой позиции Чтобы друг на друга не попасть в стадии плей-офф Таким образом, уже известен соперник у ФКСП По первой стадии плей-офф Сыграет прокурор против Пивдома Очень знакомого коллектива Ну, а вот на кого попадет все-таки ЦДН и Мегатитан Мы узнаем лишь только после этих выходных Когда уже окончательно команда займут свои позиции в группе У нас есть еще целый ряд Еврокубков Правда, уже, так скажем, эшелоном пониже Но также здесь разгораются страсти И также все здесь очень интересно Да, и начнем мы с команды Дюпель-13 Этот коллектив уже обеспечил себе выход в стадию плей-офф Дюпель-13 у нас выступает в группе А И в своей последней игре выступали против такси Ритма Там, на юге В общем-то, Дюпель-13 в этой встрече не удалось набрать очков Но, как я уже сказал, еще туром ранее Дюпель обеспечил себе выход из этой группы Интрига лишь состояла в том, что кто все-таки займет первое место Ну, достаточно интересно складывалась эта встреча И много стандарта, много голов мы увидели Поскольку вот в Лиге Москвы и в Кубке Москвы мы наблюдаем очень результативные игры И, соответственно, вот 5-4 закончилась эта встреча Причем интрига завернулась ого-го какая Сначала такси Ритм счет открывает После этого Дюпель забивает трижды В общем, счет становится 3-1 Ну, потом опять позволяет сопернику счет сравнять Становится 3-3, потом Дюпель снова выходит вперед 4-3, казалось бы, что уже близко к победе Но в самой концовке на 46-й и на 47-й минуте подряд Все-таки такси Ритм одерживает победу Забирается на первую строчку с 12 очками Ну, а Дюпель, соответственно, занимает вторую позицию И все решится в последнем туре Тем не менее, надо отметить, что Дюпель сохраняет шансы На то, чтобы занять первое место в группе Но и Дюпель, и такси Ритм с Южного округа Обе команды выходят в стадию плей-офф Ну, вот вряд ли, все-таки как-то не очень мне верится В то, что такси Ритм проиграет свой матч Против Гагарина, который набрал всего-навсего Один балл за всю групповую стадию Поэтому, скорее всего, Дюпель уже в этом матче Как раз уступил первую строчку такси Ритму Повнимательнее я посмотрел все-таки расклад Но в случае, если ничья случится у такси Ритма с Гагарием Тогда Дюпель в случае победы над мегамужиками Северо-западной команды последний тур Нужно побеждать плюс пять и больше Ну, наверное, очень сложно будет занять первое место Тем не менее, поздравить с выходом можно уже сейчас Здесь уже от Дюпеля ничего и напросто не зависит Дюпель-то, может быть, и обыграет в пять мячи Но такси Ритма, скорее всего, все-таки наберет три балла в матче с Гагарием У которого всего-навсего одно очко Согласен с тобой, абсолютно Здесь абсолютно понятно Что ж, скажем еще про одного представителя Который у нас в Лиге Москвы выступает Сегодня мы еще затронем тему этой команды Это команда Комунар Которая первостепенно ставит задачу выхода в пример Лигу из первого дивизиона Ну, а в Лиге Москвы, соответственно, выступает Ну, если не вторым составом, то, так скажем, не оптимальным Предпоследний матч в группе проводил Комунар И только победа оставляла шансы на выход в плей-офф Ну, и Комунар дома на Сетуне проигрывает с партией 2015 Со счетом 1-5 Ну, здесь, конечно, надо учитывать то, что в первом дивизионе Комунар выступает совершенно другим составом И в Лиге Москвы нет интереса выходить в плей-офф И растрачивать силы на этот трудный турнир Хотя могли использовать как какую-то тренировку Да, или вот оббить состав так чуть-чуть Почему бы и нет? Думаю, что это решение принималось наверху Что участие, ну, не то что участие ради участия Но, по крайней мере, такое не ставилось жесткой задачи, что надо выходить Потому что мы понимаем прекрасно, что Комунар сейчас на таком уровне Что, ну, напрягись, могли бы из этой группы спокойно выйти По факту у Комунара в группе С сейчас 4 очка Ну, а, соответственно, лидеры группы спарта 2015 Андреевка имеет по 12 баллов Поэтому последний тур, выезд в Зеленоград к Андреевке Хотя нет, не прав я, на Сетуне проводит свои домашние матчи Андреевка В общем, этот матч становится чисто выставочным И для Комунара, к сожалению, для нас, для болельщиков западных команд Ничего уже не значит Безусловно, стоит, наверное, и еще на один эшелон, чуть пониже окунуться Здесь уже кубок Москвы И здесь матчи-то идут на плей-офф Поэтому, так скажем, никаких шансов на осечки командам не даются Да, в одной восьмой финала выступают у нас две команды Начинаем мы с Ватутина Сразу я хотел извиниться за то, что произошла небольшая техническая заминка И неправильно мы назвали вратаря, который проявил себя водой шнадцатой Это был не Кирилл Милованов, а Наиль Исаев Именно он вытаскивал пенальти от соперника Энергия Северо-Запад Ну, вот он же и занял место в воротах в игре со Штарком Мы сейчас видим нарезку И Ватутина в этой игре очень быстро открывает счет На первой минуте Эдуард Смитанкин выводит свою команду вперед Вроде бы здорово начали ватутиться, но потом что-то случилось И инициатива переходит в руки, точнее в ноги северной команды И уже в первом тайме Штарку удается не только сравнять счет, но и выйти вперед Но отдаем честь команде Ватутина, о которой мы сегодня тоже еще поговорим чуть позже Все-таки смогли взять себя в руки, вернуться в игру И тот же самый Эдуард Смитанкин на 55-й минуте делает дубль Сравнивает счет и оставляет своей команде шансы на то, чтобы пройти в стадию четвертьфинала Ну, вот насколько я знаю, что на севере достаточно непросто складывается традиционный матч Да, у меня КамАЗ, твоя формулировка оставляет себе шансы Я бы сказал, что делать неплохой задел Ты считаешь, что Ватутина способна обыграть Штарк там на выезде? Нет, я считаю, что Штарк себе сделал А, ты имеешь в виду Штарк, Штарк безусловно Сделал себе неплохой задел, да, Ватутина, но это будет тяжелый выезд Это будет очень тяжелый выезд, все мы знаем Флотского Очень большое поле, потом сейчас зима, результаты могут быть вообще непредсказуемы Поэтому Ватутина себя поставил в очень неудобное положение Но, с другой стороны, конечно, отчаиваться, наверное, рановато, да И все в их руках Да, ну, сравняли счет на 55-й минуте, а было бы гораздо сложнее, если бы проиграли Пуш, по крайней мере, победа с любым счетом над Штарком выводит Ватутина в четвертьфинал И пожелаем успеха нашей западной команде Еще одна встреча состоялась у нас в рамках Кубка Москвы И здесь уже поздравление конкретное команде Портер Очень здорово сыграли на вернатках парке против команды Папайи с юго-запада Со счетом 4-0 Портер СВ одерживает победу Ну, не так просто все складывалось Первый тайм закончился 0-0 Ну, а во второй половине Портеру удалось сделать весомый перевес в свою пользу И, наверное, уже шансы очень и очень хорошие 4-0 Ну, вот мы говорили о заделе, да, в первом матче Ну, 4-0 в гостях это задело уже колоссальнейшее Я думаю, что, опять же, мы очень удивимся, если Портер не окажется в четвертьфинале Самое время, наверное, переходить к делам внутренним К внутреннему первенству, к чемпионату Запада И, конечно же, начнем мы с нашего главного дивизиона С западной премьер-лиги Прошло, как уже традиционно, два тура И, по традиции, мы сосредоточим свое внимание на некоторых матчах На некоторых противостояниях На один бы из поединков я бы просто застрел внимание Во-первых, потому что счет Во-вторых, потому что результат Во-вторых, потому что команды все-таки шли немножко в разных группах в турнирной таблице Это матч между КПРФ и Трансконтейнером Ранний матч И вот здесь, наверное, многие бы могли отдать предпочтение Трансконтейнеру Так как команда идет более стабильно И, в принципе, показывает очень приятный взгляд в футбол Но здесь просто стоялся какой-то безенефис Ильи Сашнина Два гола, одна голевая передача И команда выигрывает со счетом 3-0 Чуть больше мы еще поговорим о КПРФ И покажем просто, как команда действительно красиво сейчас играет Но этот результат, я думаю, что мы должны были вам озвучить обязательно Давайте двигаться дальше И были матчики, которые действительно хотелось смотреть И которые хочется пересматривать, наверное, и сейчас И, безусловно, речь идет о противостоянии между Мега Титаном и Магистралью Здесь вообще сюжет закрутился в какую-то невиданную спираль Потому что сначала Мега Титан вел со счетом 2-0 В 15-й минуте ничего не предвещало никаких абсолютно переворотов Или каких-то подводных течений Но Магистраль нашла в себе силы И вот представьте, со счета 2-0 отыгралась И вышло вперед 4-2 вела команда Вот это, конечно, противостояние И характер, который проявила Магистраль Это дорогого стоит Ну и, конечно, вы смотрите, как этот матч развивался Скажем мы, наверное, пару слов о Магистрале О том, что сейчас происходит в команде Потому что есть некоторые инсайды Понятное дело, что всему верить, наверное, нет смысла Но мы уже видели два момента Нового нападающего Ну как нового, уже все-таки себя проявившего Но с чем это все связано? Связано это с, наверное, не самыми лучшими результатами команды Здесь еще один, конечно, очень красивый гол Сергея Кутузова Так вот, связано это не с самыми хорошими результатами Клуба, наверное, где-то с возвращением Крыжановского Но, как мне кажется, руководство все-таки решило что-то поменять Какой-то новый импульс задать команде И поэтому вполне вероятно, опять же-таки, это все пока слухи Команду покинет Эрик Арчагин Лидирующий в гонке бомбардиров Еще один гол Кутузова Здесь вообще двоих он просто на носовом платке убрал Еще пробил мимо голкипера Ну, так складывают по матчу, что очень легкими выглядят голы Мега Титана Ну, и даже несмотря на то, что вот у новичка Ну, уже не новичка, как ты сказал, да, у Родионова нападающего Было два момента, в штанги он попал Ну, Кутузов довольно легко забивает И тут 2-0 Тоже я думал, что счет только будет вопрос в том С каким счетом выиграть Мега Титан И вот мы видим, что Магистраль сравнивает сначала один мяч И потом забивает еще три Что вообще не вытекало, в принципе, да, из логики какой-либо Но вот до первого гала Магистрали Очень настырный форвард, который просто не упустит ни одного момента Как исполняют, да, Визина Олегович? Да, да, да Если есть возможность где-то попрессинговать Где-то чуть-чуть, вот на долю миллиметра Соперник отпустил чуть-чуть мяч Или появилась какая-то возможность, да, погражается воротом Он по-любому Он всегда в этом моменте, он всегда включится Он всегда обязательно доборется, добежит Ну, и бомбардирские свои качества проявляет Игорь Крыженовский Вот этот третий мяч Отметим, что он становится сотым для полузащитника Магистрали за эту команду Но не этот гол станет главным Не этот гол станет главным Хотя, да, мог он стать победным Но, как вы уже, наверное, знаете из итогового счета Все-таки вот этот гол забит из штрафного Игорем Крыженовским И принес победу СТК Магистрали Причем под этот штрафной был выпущен Игорь Александр Кудряшов сделал замену, когда уже произошел нарушение и свисток Игорь вышел на замену И вот этот пальнул из пушки 101-й мяч И который окажется в итоге победным Да, и Магистраль набрала три очка в этой встрече Но что более интересно Что у Магистрали предстояло два непростых матча за эти выходные Первый с Мега Титаном Ну, а второй, судите сами, с Портером И мы вернемся ко второму матчу чуть позже Но за эти выходные Магистрали сделала просто колоссальный рывок И не только в турнирной таблице, но и даже вот по части, наверное, отношения к команде Потому что сейчас, я думаю, что и ФКСП, и ЦДН, и КПРФ Все уже будут на Магистрали настраиваться как на равного такого действительно соперника Конкурента в борьбе за... Это чуть ли не за, наверное, пьедестал, да? Вот И тут вот, да, действительно, мы видим, что активен очень нападающий Родионов И похоже, что на него теперь будут делать ставку руководства Магистрали Действительно, что такое непростое решение приняли Что расстаться с Эриком Корчагиным Если, конечно, эти слухи являются правдой Но... Но, во всяком случае, Эрика на двух этих матчах не было А результат был? А результат присутствовал Хотелось бы заострить внимание еще на одной команде На команде техносила Которая сейчас, как мне кажется, на каких-то... Купила билеты на американские горки И то вверх, то вниз То есть, в начале сезона вверх Потом стремительно вниз Потом вроде бы две победы вверх И сейчас вновь два поражения Сначала от Портера со счетом 4-0 А затем в эти уже выходные минувшие От Кеглей со счетом 1-0 Вот такой эффект поплавка происходит Да С командой Вот непонятно пока, что, куда команда движется Но я искренне рад за Кеглей Это вот тот счет, тот результат На который команда способна И хорошо, что она его сейчас вот начала добиваться Потому что очки, они нужны А по весне, как любят говорить Андрея Кименко Или Артур Мартенс, представитель Атлантиса Очки будем считать по весне Вот самое главное, чтобы было что считать по весне И Кеглем об этом самое время подумать Ну, как мы видим по результатам Команда, собственно говоря, об этом и озаботилась Родион Федосеев, да, забивает единственный мяч На 29-й минуте А кто, как ни Кегли, умеет держать нужный счет И в этом матче достигают хорошего для себя результата И сразу же с последней строчки Уходят и с последнего места С последней строчки И даже над стыком поднимаются Команда Кегли одержит важнейшую для себя победу Безусловно Движемся дальше Матч, который вызвал, наверное, самый большой ажиотаж В плане споров, в плане обсуждения Ну и в плане, наверное, самого содержания Матч между Титаном и ФКСП, да, как мы обрисовали Чемпион и претендент Вот ты вообще согласен, что такая формулировка, она уместна? Ну, Титан у нас является действующим чемпионом первого дивизиона Пока Пока что на данный момент А ФКСП, соответственно, высшего дивизиона Ну, ты знаешь, я бы, честно говоря, назвал две команды Которые будут за чемпионство бороться, на мой взгляд Это ФКСП и все-таки Мега Титан Но вот Титан Потому что у них есть приставка Мега Да, потому что у них есть приставка Мега Вот, но Титан, я думаю, что может побороться за третью строчку Вот, пусть на меня не обижаются Но я думаю, что сходу, выйдя в премьер-лигу Очень трудно им будет побороться за чемпионство в этом году Да, но вот момент не попал в нашу нарезку Вы видели, как Владимир Читая получил травму Но там тоже к этому апеллировали, собственно говоря, представители команд Ну, а мы видим, как Титан выходит вперед Автором забитого мяча становится Константин Головской Но я бы на что обратил внимание в этом эпизоде Вот здесь опасный момент Маджухина Как здорово сыграл Алексей Чайка Первый удар практически в упор Он парировал И вот только затем уже Головской, оказавшийся в нужном просто месте И в нужный момент Этот Гол, собственно говоря, забил И Титан смотрелся очень неплохо На самом деле, по этим первым минутам Нельзя сказать, что было все так очевидно Все прозрачно Но Действительно Титан смотрелся неплохо Но ФКСП не был бы, наверное ФКСП, да Нельзя было бы, наверное, применить к этой команде Такое слово, как «машина» Если бы она не могла Вырывать вот такие вот важные встречи Да, действительно Прокуратура – это настоящая машина Западной премьер-лиги Даже неудачно складывающиеся для себя поединки Они просто-напросто переворачивают свою пользу Вот еще один момент, да Который тоже очень много споров После себя, так скажем, имел Там Васильев Фалил или не фалил У Васильева была уже желтая карточка Если фалил, то, скорее всего, это вторая желтая Если не фалил, тогда, в общем-то, спорный мяч, как это и было Здесь уже у всех на свое усмотрение Я думаю, что вы тоже способны разбираться в таких моментах В любом случае, игра продолжалась И пока, пока не состоялся гол Александра Заикина Пришел он с аута Там, читая, здорово, конечно, поборолся Тоже, опять-таки, кто читал интервью Владимира Короткова В обзоре этого тура Те прекрасно знают, к чему, в общем-то, апеллировал Главный тренер «Титана» в этом эпизоде Ну и мы видим, как Читая, да, Владимир Читая По-капитански все-таки вырывает победу для своей команды Ударом с разворота Очень, конечно, красивый момент Да И ФКСП сейчас, вот после этой победы Все-таки, наконец-то, вернулась, наверное, на свою вот Ну, законную, да, позицию, на первое место И даже при том, что имеет кучу матчей в запасе Все равно сейчас возглавляет турнирную таблицу Ну, судите сами, у команды всего-навсего одно поражение Больше очков команда никак не теряла Действительно, одно поражение только потерпели В далеком августе, в далеком теплом августе Проиграли КПРФ в первом туре После чего все матчи, абсолютно все матчи в премьер-лиге были выиграны И теперь заслуженно ФКСП возглавляет турнирную таблицу Да, ну вот как раз вы видите, как идут разговоры с арбитрами, с игроками противоположной команды Все, причем, друг друга прекрасно знают Но вот эмоции, они все равно берут вверх Обрати внимание, как хромает в конце матча Владимир Читая Он был вынужден пропустить следующий поединок И не знаю, насколько сейчас он вообще готов вернуться на поле Просто потому что повреждение может быть как на неделю, да, а может быть и на месяц Но с травмой уже провел такой важный гол и принес команде победу Только аплодисменты Браво Еще один матч, о котором мы хотели вам рассказать В общем-то мы его уже так анонсировали Это матч между Магистралью и Портером Вы помните, что Магистраль проводил два матча за выходных И оба без своего главного бомбардира Эрика Корчагина В связи с этим, после победы над Мегатитаном На самом деле, ну я лично думал, что команда будет где-то опустошена Хотя бы эмоционально, ну или физически Вот после такого очень напряженного, натужного матча Все-таки победа в один мяч была добыта И на деле мы увидели совершенно другую картину Абсолютно с тобой согласен Тоже я подумал, что ничего себе Магистраль смогла одолеть Мегатитан Думаю, ну Спортер может наверняка потеряет Но может ничью, я думал, сыграют А вот вовсе нет Здесь также команда Магистраль одерживает красивую победу И вот сейчас мы наблюдаем опасный момент этого матча Да, мы видим, как Магистраль атакует И атаковало Магистрали много Но это вообще, наверное, какой-то тренд Да, если в начале сезона не так у дорожников Получалось именно в атаке строить какие-то действия То сейчас как раз вот, наверное, тот самый баланс был найден Да, между обороной и нападением Потому что обороняться тоже Все это прекрасно знают Все 60 минут это, ну просто нереально Это нужно иметь, наверное, даже не одну запасную скамейку Две, скорее даже А в итоге всего три состава Ну, конечно же, это под силу не каждому Ну, если только, наверное, ЦДН На последнем матче, по-моему, как раз в заявке риэлторов Чистился 21 человек Представьте себе Да, и мы видим, что вот Магистраль начинает забивать мячи И отмечаем, что Портер первым открыл счет И выходит, что эта победа стала так же, как и с Мегатитаном, волевой Характер действительно проявляют футболисты Магистрали И вот буквально на зубах с разницей в один мяч обыгрывают Две команды, которые претендуют, ну уж как минимум, на медали Мегатитан понятно Ну и Портер, я думаю, тоже способен за медали побороться в этом сезоне Ну и обратите внимание, как радуются футболисты Как радовался Кржановский в предыдущей нарезке Как сейчас Таймасов радуется забитому мячу Конечно, я уверен, что сейчас какая-то мотивация, может быть, появилась дополнительно У Магистров, ну а может быть и правда вот те все шестеренки Да, вот весь тот механизм, который Александр Кудряшов собирал Кропотливо, может быть, даже и не один год Но наконец-то все эти шестеренки задвигались в нужном направлении И сейчас уже команда, правда, действует как единое целое Ну и обратите внимание, как здорово действует Евгений Родионов Удается ему отличиться и в матче с Мегатитаном Делает дубль, забивает и здесь И вот похоже, что действительно может заменить Такого выдающегося нападающего, как Эрик Корчагин Этот футболист Евгений Родионов Вот отмечаем его отдельно Ну а про способности тех футболистов, которые сейчас в Магистрали играют Таких как Таймасов, Форманов и вот Крыжановский вернувшийся Мы уже знаем и так Ну как ты думаешь, сможет Магистраль побороться за какие-то серьезные задачи в этом сезоне? Судя по этим двум матчам Почему бы и нет, я уже сколько, чуть ли не каждую передачу так получается вспоминаю про второй круг прошлого сезона Как его Магистраль здорово прошла Поэтому да, все возможно, все возможно Здесь мы Магистраль-то похвалили, но мы не сказали о Портере Портер имел возможности в концовке встречи все-таки спасти этот матч Набрать хотя бы одну очку, а может быть и вовсе постараться как-то на кураже, на навалах, на каких-то последних минутах вырвать Победу Как они это любят делать Да, но этого сделать не получилось, где-то не фартило И вообще, вот, наверное, Портер и не фарт, это такой лейтмотив, который ведет последние туры Действительно, чуть-чуть где-то подопечного Максима Кувальчика не везет И за счет этого команда теряет очки Еще одно противостояние, которое хотелось бы обсудить Особенно показать вам голы, которые были забиты в этой встрече Во встрече между КПРФ и ЦДН Сразу скажу, что я стоял на КПРФ, вот, не знаю, для меня это было довольно-таки очевидным Не всегда так, точнее, очень редко, на самом деле, так вот бывают, такие озарения Но в этом матче для меня было все очевидно, точнее, до его начала Но то, как здорово играл КПРФ, как здорово, вот, сейчас убирает как отцы мяч И просто выдает на пустые ворота, но как здорово Когда элегант, ничего сложного, ничего абсолютного И момент, просто доли секунды занимал, но как здорово было все сделано Игрока сборной Украины, так, на секундочку, обыграл Евгений как отцы Таким классным приемом, он покатил туда на дальнюю штангу Но это просто высочайшего уровня мастерства Ну, ты знаешь, вот так на секунду вспомнить, да, играют финалисты Кубка Западной Лиги КПРФ-ЦДН И я тоже, ты знаешь, отдавал предпочтение все-таки КПРФ перед этим матчем Но надо отметить, что поединки между этими командами всегда складывались мяч в мяч И все время со счетом 2-1 играли Два раза побеждал КПРФ и два раза ЦДН Ну, вот в этом матче получается, что по сумме очных противостояний КПРФ выходит вперед и выходит заслуженно Абсолютно, абсолютно заслуженно Тактически очень грамотно команда действовала Ну, и, наверное, стоит обратить внимание на новичков команды Все-таки КПРФ усилился Появился Заерка Вдовиченко, кстати, из магистрали Перешел, пускай там Пробыл-то много, может быть, да Но не так часто играл, точнее, очень редко играл Ну, и, видимо, вызывался на матче И что Заерка, что Вдовиченко свое слово сказали Вот посмотрите, как спокойно сейчас Заерка С середины поля протащил мяч По центру, да Воспользовался тем, что партнеры отвлекли внимание защитников на себя Но все равно до этого додумался, да Вот в тот момент принял нужное правильное решение И спокойно по центру поля, вот таким сапсаном, крейсером Протащил мяч И посмотри, как хладнокровно завершил эпизод Да, просто перекинул спокойно, ничтоже сумняшися И действительно отмечаем классный гол И классные действия этого новичка КПРФ Да, ну отличился и другой новичок Вот здесь, реализовав передачу голкипера Зацепился за мяч, очень здорово поставил корпус Отчиснил защитника Все сделал грамотно 3-0, 3-0 КПРФ ведет Дэн пытается атаковать и атакует много Но ничего не получается А КПРФ просто почти чуть ли не каждую свою атаку Доводит до логического завершения И частенько до взятия ворот Не обошлось без повышенных эмоций Потому что команды Такие заводные Ну и здесь Анти, не знаю, что на него нашло Прекрасно знаю Зураба Приятный очень человек Общительный, всегда жизнерадостный Как Илья Савченко говорит Солнечный Здесь эмоции Эмоции, да Конечно сказали Эмоции Взяли вверх, да, к сожалению Прыгнул сзади И попал по ногам Пускай, может быть И слава богу Обошлось без каких-то Либо серьезных Повреждений Но красная карточка была показана В протоколе я знаю Что записи тоже были сделаны Поэтому скорее всего Одним матчем Анти не отделается Ну хотели взять, конечно, реванш За поражение в финале ЦДНовцы 1-0 закончился тот матч И там тоже себя проявил Евгений Кокаций Отличившись на четвертой минуте Смогли удержать это преимущество Выиграли кубок И здесь ЦДН, конечно, хотели взять реванш Ну здесь мы по игре видим После этого обзора Что полное доминирование Команды КПРФ Действительно подопечные Ильи Савченко Провели великолепный матч Да, на ваших экранах появляются Результаты непосредственно Последнего тура Здесь мы видим аж три матча Завершенные Три семерки Да, со счетом 0-7 Такое нечасто бывает Но, с другой стороны, вот победу этих коллективов Что ФКСП, что Московский, что Тургаскантов Контейнера, в принципе, прогнозировать можно было Но победа Кегли и КПРФ Она, мне кажется, стоит немножко особняком Да, абсолютно с тобой согласен И боевая ничья в матче Портера с Верем 2010 Две достойные команды Ну, наверное, здесь как раз-таки Если там были счета неожиданные Да, вот эти вот 7-0 Три раза То здесь 2-2, наверное, можно было предсказать Абсолютно с тобой согласен Мы, наверное, уже уделили достаточно времени Западной премьер-лиги У нас сегодня ожидается очень интересный гость Если мы говорили Точнее, или так можно сказать Можно провести аналогию Что Евгений Бакланов в прошлой передаче Был злым полицейским То наш гость Который сегодня появится в студии Он будет как раз, скорее, добрым Добрым представителем данной профессии Ну, а на ваших экранах Турнирная таблица Мы видим, как что ФКСП На первой строчке Трансконтейнер преследуют Мегатитан тоже рядом В общем-то, вся группа преследований Она также рядом Ну, и вот две команды Сейчас Москва, да И туда же я бы приписал Техносилу Это две такие команды, которые пограничны Да, они, мне кажется, могут стрельнуть Еще, то есть Для них еще сезон не потерян Что-то можно еще постараться Стрельнуть вверх, ты имеешь в виду Да, стрельнуть вверх, безусловно Также мы видим, что борьба за последние места Ведется Хотя, напомню, что все-таки Альянс был снят с соревнований И поэтому на одну меньшую команду Будет вылетать в первую дивизион И отмечаем, что у нас сменился аутсайдер Кегли одерживают вот эту знаковую для себя победу Выигрывают 1-0 у техносилы И тут же поднимаются Пока что у нас в зоне вылета Западный Легион А ЛЧО в стыковой зоне Да, именно так Петям запомнилась западная премьер-лига За эти минувшие два уикенда Ну, а мы уже анонсировали нашего гостя Поэтому ждем Ну, а сейчас, дорогие друзья Перейдем к первому дивизиону запада Сегодня у нас в гостях Гость Артем Белов Сейчас полузащитник Феникса 9 Команда, которая лидирует в дивизионе 2Б Но Артем в недавнем прошлом выступал за команду В веер в первом дивизионе и даже немножко в вышке Артем, привет! Как дела? Как добрался? Добрый вечер! Добрался нормально, в принципе Пробки были, но вышел заранее Готовился к передаче сегодня К сожалению, узнал только, что сегодня будет выпуск Заранее не подготовил ответа Ну, тем интереснее будет нашим зрителям Поскольку это уже будет такой некий Эксфронт И, ну, наверное Интересно тебе было прийти сюда, да? Пообщаться Спасибо, что ты согласился на наше предложение Самому-то интересно здесь присутствовать? Ну, конечно, я давно Да, да Давно хотел прийти Но думал, никогда не получится У вас такие гости были именитые Но с этого сезона, конечно, выпуск изменился Теперь каждый может прийти Поговорить, рассказать о своей команде Интереснее стало, на мой взгляд Ну что, наверное, второго дивизиона «Б» Мы коснемся чуть позже, да? А сейчас, вот в порядке убывания У нас по нашей традиции Наверное, сначала осветим события первого дивизиона Да, и поэтому мы начнем, наверное, разговор с Артемом Не с «Феникса-9», а с командой «Веер» В которой Артем очень долгое время Было сколько лет отдал в этой команде? Ой, ну я начал играть, наверное, лет с 15 Получается, ну, было два перехода Вот этот и еще до этого был переход Полугодичный, да, я уходил А так лет 12, наверное Вот так вот При своем возрасте Ну, достаточно Болу жизни, считай, грубо говоря Отдал в этой команде Какой кошмар В принципе, я считаю, что это еще не конец Я до сих пор, как бы общаюсь Со Стасом, со всеми ребятами Приезжаю, смотрю Поддерживаю, помогаю, чем могу Ну, в общем, родная моя команда Болею за нее всей душой Мы так плавно переходим от премьер-лиги к первому дивизиону Скажи, пожалуйста, вызывался ли ты за основную команду? Да, 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 конечно, вызывался Когда еще играли на Матвеевке На Горюхе мы все вместе Тогда Сколько это лет-то? Ну, вот и, наверное, там и начал В высшем дивизионе Потом уже тоже был некий перерыв Уже начал приезжать, когда Лига перешла на Искусственные поля Уровень, конечно, вырос просто космический Я помню, приехал первый раз Играли против Мега Титана Ну, попали, наверное, 6-0 Но считался неплохим результатом Поскольку там люди приезжали Уже играли за деньги Но я, конечно, такого уровня не ожидал Потом начал подъезжать Там был Каид Кто-то еще Барс был Это на Дорогобушке все происходило, да? Да, Барс С Пановым, помню Я вышел против Пановым У меня вот такая голова Думаю, что делать Почувствовал себя французом? Скорость Нет, ну, было интересно Мы держались неплохо В принципе, достойно Достойно А с Пановым Ты же сказал, ты полузащитник Да, по основному амплуа Но, видимо, с Барсом Он тогда за Барс играл, да? Я так понимаю Что пришлось играть в защите? Ну, приходилось У нас были по игре Проблемы там И с составом И с защитой И приходилось опускаться Ну, всякие Всякие трудности были В принципе, я играю На любой позиции Кроме, наверное, нападающего А так я в ЛФЛ могу сыграть На любой позиции Вратарская тоже тебе знакома? Ну, вратаре-то у нас Отдельные люди есть Я не считаю это позиции Это только Призвание Ну да, призвание Тут В принципе Хотя у нас вот в Вере В команде нашей В том году Кто только не стоял на воротах Я не знаю, как мы не вылетели Чудом остались Но в основном Стояли полевые игроки У нас есть Такой игрок Евгений Елисеев Вот он может На любой позиции Реально сыграть И в нападении И в воротах Но и везде он хороший А еще Вере, кажется Вот есть Парень Сейчас не припомню фамилию Но он Обозначен Как вратарь В заявке Но при этом Постоянно забивает галы Вот Как Так получается Вратарь Или не вратарь Вот раскрою Миша Миша Мотылевич Да, совершенно Это чисто Чисто Ошибка Заявки была Миша Кстати К слову Так говоря Он сейчас И настоящий Лидер В принципе Веера Он тащит Забивает Отрабатывает Но это просто Находка На самом деле Мне кажется Миша мог бы Играть в любой команде Не только Второго дивизиона Первого А может даже Где-то в вышке Тоже бы Он в принципе Не затерялся Потому что Честно говоря Извини Для меня Он был тоже Находкой Поскольку Вот когда Атлетика Проиграла Вееру Я всем Помахал протоколом Говорю Посмотрите Вам вратари Уже забивают До чего вы докатились Тогда веер был сильнее Атлетики Победил нас 4-2 Вернемся Мы обязательно К атлетике Ко вторым дивизионам Давайте сейчас Немножечко Про первого поговорим Ты застал Веер в первом дивизионе Насколько было тяжело Тогда Участвовать В этом первенстве Так Когда я застал Мы еще играли Тоже Как раз на Горюхе Тогда были такие команды Как Авангард Кто еще Половины уже даже и нет Сейчас уже Столько команд По уходил Бородино Я помню Еще в старом составе Медик Наверное был Медик Ритуаль Ритуаль Мода Например Когда я играл Москва Мы всегда боролись Всегда за выживание Боролись Бились достойно У нас такие Были серии Победы Когда мы собирались И начинали топить Плюс свои болельщики Приходили Но это было незабываемо Такое Не вернуть уже То время И ту атмосферу Но сейчас Своя атмосфера Сейчас совсем Другие эмоции Как бы И цели И есть возможность Расти Развиваться Но конечно Воспоминания Тигреют Душу Это околофутбольные Воспоминания И околофутбольные И футбольные И после матча Встречался с Вот нашим предыдущим Гостем Женей Баклановым Где-то может быть После матча Ну нет Я еще был Молод По 300 уже По 300 Но там тоже Залетало И не по 300 Ну в принципе Гореха Вот эта Матвейская Ну ни с чем Не передать Вот когда Перешло все на Искусственные Уже поля Тут и уровень Подрос Ну и больше Как бы уже думаешь О футболе Чем О том Что происходит После футбола Опять же Веер Такая команда Которая создавалась На улице Веерная И всегда Это была Народная команда И Веерная Это Район такой Закрытый Там нету Особо Развлекухи Спартизаном у вас По идее Должна была Дерби Такой быть И вот у народа Одна развлекуха Прийти поддержать Веер То есть Команда Веера Такая Народная Всю неделю Ходят разговоры Как сыграли То есть Если ты играешь За Веер Ты уже Звезда района Считаешь Уважуха И по счету тебе То есть везде Так Вот такая вот команда Веер Сейчас Что скажешь По первой лиге Насколько сильный уровень Насколько вот он Действительно вырос Ну кто-то говорит Что уровень Немножко упал Допустим С прошлогодним Я и сам так считал До начала Чемпионата Мне казалось Ну Куда С прошлогодним Уже не сравниться Там То есть сразу Сейчас я смотрю Блин Ну Уровень вообще Очень серьезный Та же вот Алане Я приходил Вот смотрел Блин Ну они играют Хорошо И Виктория играет Хорошо Но Они находятся внизу И реально Как бы могут вылететь Ну то есть без шансов Вот тот же Гатагов Да Зашел Блин Ну к нам команда Вообще Может за четверку Цепляться Куда В зоне вылета Она стоит Надежда Очень крепкая команда Там Из торпеды Много ребят играет Константа Лидер 2А Прошлого года Парни с такой игрой Победители Зимнего Кубка Да Между прочим Обыграли Такие команды Как Флагман и Крылатская За которые играл Я тоже участвовал В Томхуке И Зебра И Зебра В финале Да Обыграли Так что уровень Мне кажется Даже Ну конечно ушли Кто Реал был В прошлогоднем Титан Конечно монстр Меньше был еще Да Ну Импульс до этого Был Которым мы скажем Чуть позже Таких команд Конечно прям нет Вот прям Как Титан Прям гиганты Но Успенская Там Два состава Равноценных Могут играть Команды В принципе готовы К вышке Коммунар Усилился Зацепиным Это вообще Команда Преобразила Стала совсем Другой футбол Играть у них Теперь есть Стоп Они побеждают Зенченко Зенченко Федор Плюс Еще Крайний Там полузащитник За ФКС Дубровин По-моему Так В Коммунаре Еще Азиз Килдиеров Один из лидеров То есть Человек пришел Из-за Нижгара По-моему Который Нижгар-генерал Да Которые победили В Кубке Москвы И как он называется В Кубке ЛФЛ Кубок ЛФЛ Действующий обладатель Кубка Ох уж эти восточные команды Восток Делай тонко То есть Уровень атаки Все поигравшие Люди С высшего дивизиона В защите Тоже пришел порядок Ну и плюс Перестали менять Постоянно состав Стали как-то играть Более стабильно Целостно И Результат пришел Но мы ждали Ждали Леха Приходный К чему шел Я думаю К тому и пришел К успеху Молодец Много работы Провел Ну я думаю Что ты тоже Вместе с нами Ждал от Комонара Какого-то рывка Качественного Я в принципе Если бы они так и продолжали Состав менять Были бы где-то В серединке Ну вот так и думаю Но Наверху Нет Не задержались А так Ну правильно Правильные Вложения В общем делали Ребята Грамотная работа В общем все приходит С ошибками Молодцы Так кто Ультра допустим Тоже вот Ребята усилились По сравнению С прошлым годом Со вторым дивизионом Но Не хватает Какой-то стабильности Состав собирается Тут Чуть не проиграли Балтики Тоже Вели вроде 5-0 Не знаю Что случилось В итоге Еле вытащили Феноменальный Матч 6-5 Удалось отыграть Пять мячей Балтики Да И за две минуты До конца Пропустили шестой Представляю Как было обидно Балтийцам При этом Александр Нестеров Сделал хит-трик Вообще-то В этом матче Вот тоже Достойно Да А еще Александр Тоже поигравший На матвейских полях Там вся Балтика Мне кажется Просто ковалась На этих полях На матвейских Давайте наверное К видео обратимся У нас есть Нарезка Матча Городок 17 Успенская И вот Прежде чем Перейти к обсуждению Непосредственно Этого матча Скажи пожалуйста Артем Было ли для тебя Шоком Или таким не шоком Что Успенская Потеряла очки В двух турах подряд Если честно Да Я даже не мог Представить Кем Успенка Может потерять очки Но вот Комунар конечно Был в том матче Просто нагло Сильнее Именно в атаке Играли от оборонки И так грамотно ловили Федя Зинченко Еще расскажу Просто добавил Команде Как будто Куража Может быть идея В том числе Идея Он просто стал цеплять За мячи А вот у Успенки Нету такого Нападающего Классного Как Зинченко Вообще В Уфл В принципе Навес золота А у Комунара Повезло У них такой есть Зинченко Еще с мячом доказал Чего он стоит Собственно Это мини-футболист Еще очень известный Спартаковец И не только в Спартаке Играл В других командах В премьер-лиге Очень известный Даже на международном уровне Так что В принципе Там все по игре было А вот то Что Успенка Потеряет в следующем матче Очки Да-да Для меня это неожиданно было С Новым Москвой Я не ожидал Молодцы Новая Москва А вот что скажешь Про городок Вроде бы команда Так вот Как говорили Да Только в третьем дивизионе Вот врывается просто Городок Мне всегда нравился Я с ним еще играл В четвертом дивизионе Как раз На Дорогобушке Еще вот эти Поля Два поля было Блин Но они всегда были Очень жесткая команда Неуступчивая Ну всегда мне нравились Я всегда говорил Что как бы Их уровень Первый дивизион Они могут там Они зацепят Потому что у команды Есть характер В первом дивизионе Это самое главное Допустим берем ту же Викторию Команда играет Вроде Но Что-то не хватает Нету характера Что ли Ребят Ну и как ведут 2-0 Солан И все Руки опустили Гол пропустить 4-2 Городок не из той серии Городок Допустим Будет биться До последнего Проигрывают 3-0 Полетят вперед Забьют 3-3 Сыграют Нет Ребят Молодцы Плюс там Вроде как Зари Когда пришел И вот так Фамилия Человек Забивает Там Чуть ли не в каждом матче Усилились Грамотно Ну вот кстати Ты правильно Вечер сказал Про характер А есть ли характер У Успенского 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 Мастерство такое Что Без характера Никуда Но там Не самый главный Характер В принципе Им нужен Нападающий Тоже Я с Евгением Бакланом Соглашусь Классно Нападающий И все И тогда Как бы Ну Высший дивизион Я думаю Хотя Там Уже такая борьба Намечается Альбион Комунар И Успенская Не факт Что еще выйдут И Внукова Там тоже еще рядом Да Одно очко Всего лишь Внукова Отстает от Комунара Но Конечно Приход Зинченко Да Я согласен В частности В последнем туре Перевернул всю лигу До этого Просто уже тут давали Все Альбион Комунар Цепляется Забивает Да Покер сделал Причем в матче Со Внуковой Да С прямым конкурентом Комунар побеждает 6-1 Зинченко делает покер Это о чем-то Наверное говорит О чем-то говорит Потому что Внукова отнюдь не слабая И там пришел Новый тренер То есть Команда тоже Будет сейчас прибавлять И люди Которые тоже Поиграли в вышки Тот же Аратунян Да Который входит в тройку Лучших бомбардиров И очень крепкая команда Которая долго шла в тройке Но вот сейчас Комунар потеснил Действительно Виден прогресс команды И видно Большие задачи Я думаю что Вполне Комунар отстающий Она от 3 очка всего От Альбиона Может побороться За прямой выход В западную Пемерлину Ну в принципе да Вот еще Слово у спинки У них такой классный состав Там в середине Играют такие люди Как Меркулов Ершов Дорошенко Леха Привет ему кстати Акименко Акименко Блин ну там не знаешь Кого ставить И реально бывает так Что Не выпустить их невозможно Бывает так У одних игра идет У других тоже нельзя же Мариновать Тем более такого класса игроков И из-за этого Иногда игра теряет Так же как у нас Феникс 9 Такое тоже случается Вот кстати Почему вы выбрали этот матч Чтобы показать его В передаче Вечером В воскресенье Не смогли принять участие В этой встрече Не Меркулов Не Ершов И вот команда На своих Команда поперла Ну на самом деле Был такой сложный момент В этом матче Успенская Могла бы В общем-то И очки потерять Но в итоге Как раз проявили Тот самый характер И смогли соперника дожать Здесь наверное Еще Юрий Хусени Стоит отметить Который себя в этом матче Блеснул Сделал хет-трик Юрий В этой игре Вот Ну по городку Что Прям вот Явно уступил Успенскому Команду Или все-таки Были шансы Поскольку Вот в предыдущем туре До этого Городок обыграл Не кого-то А Альбион Причем с крупным счетом 6-2 Это вот Тоже наверное Ну может Ну может много Много эмоций Потратить Такие победы Обычно забирают Очень много сил и эмоций То есть И уже Если вторая игра Такая же подряд Ну Сложно Сложно собраться Еще раз показать Ну плюс Успенка может выдал Тоже Матч Им пора Реабилитироваться За те поражения Все Все вкупе Я думаю Сложилось Еще один матч Который хотелось бы Обсудить И тем более Под нарезку Это матч Между Готаговым И Комунаром Вот Понятно дело Что ты уже знаешь И результаты Очень активен В этом плане На форумах Но До матча На кого бы ты поставил Все-таки Готагов хороший Не Ну я бы поставил Все равно на Комунар Комунар сейчас на ходу Блоком Что Вообще сложно Кому-то их остановить Ребята просто Почувствовали кураж Все идет Не знаю Не-не Ну тут без вопроса На Комунар мы конечно поставил Хотя Готагов Блин вообще Молодцы Ну так как Куражная мне кажется Команда вот заведется Ну там подбор игроков тоже В принципе я так Посмотрел Там ребята и вышки поиграли В Еврокубках Тоже неплохо Вратарь Басин Из космоса Да Саня тоже Из Крылатского Давно знаю У меня из памяти Не выходит матч Готагова против Гима Интерос Да Ну сейчас они просто Интерос Называется Когда Готагов вел 7-0 И в итоге Интерос сократил до 7-6 И победа 7-6 Ну как вообще Как вот к этому ты Результаты относишься Что 7-0 вели 7-6 Что это вообще было Что это такое за праздник Ну опять же Такая же история Как и с ультры Расслабились А в Олфел Нельзя расслабляться Ты только Можешь один Тут же второй То есть первая лига В любой лиге Такое может быть В принципе Поле это маленькое Раз атака Два Штрафное Залетело Пошло Сейчас зимой Такие будут случаи Еще чаще Мне кажется Зимой будут интересные результаты Это обязательно Артем Очень хотел бы Ты уже как в роли Эксперта у нас Выступаешь Очень хотелось бы Узнать твое мнение По поводу Команды Дюпель-13 Потому что Может собраться Выдать прекрасную Просто потрясающую игру Там с великолепными голами Того же Илюхина Или Селиванова Донских А может Просто-напросто 7-1 Уступить Аланье Как это происходит? Когда они проиграли 7-1 Аланье Не было Опять же Донских Не было А это просто Мозг Мотор Команды Ну я не знаю Это Не 100% Но 70% Точно Атакующей Атакующей линии И мозгового Штурма Не штурма Не знаю как сказать Ну в общем Без него Дюпель конечно Не тот Ну хорошо Забили один Без Донских Но 7-то пропустили Без него Ну когда не забиваешь И обороняться Сложнее Когда забиваешь И обороняться Намного легче На эмоциях А тут один пропустили Два пропустили Ничего не идет Впереди Естественно Руки опускаются Ну что могу Пойдем пересказать Команда Два года назад Вылетала просто Без шансов Из второй лиги И Александр Горячев Надо отдать ему должное Собрал такую команду За два или за три года Что она В первом дивизионе Достойно смотрится Там побеждает Молодец Александр Вообще В том году В 2б вышли Из такой сложной группы Да И в лиге Москвы Уже обеспечили себе Выход в плей-офф Между прочим Тем более Может ставки И может быть даже Улиги делать ставки На Еврокубке Это вот Ну понятно Что Особенно опять же Возвращаясь к Коммунару Да Обратная ситуация Да У Дюпеля не складывается В чемпионате Но уже все обеспечились В лиге Москвы А Коммунар Обратная картина В чемпионате Хорошо все наладилось А там уже Но насколько я знаю Коммунар ставит В прилиоте Все-таки внутреннее первенство И Именно задачу Повышения в классе Ну вот да Опять же Берем Коммунар Они вообще На Еврокубке Так спустя рукава Там по составу Видно что вторым составом Приезжали На матчи А Дюпель Я смотрел Они там По полной программе Выкладываются Ну а почему нет Еврокубки Довольно таки престижны Понятно что они И в первом дивизионе По полной играть Но не всегда же Проходят тоже Все еще От соперников зависит Опять же Ну конечно то что 7.1 Алай не попадает Не грозит Дюпель Вылет Из первого дивизиона Вылет не грозит Да не Не думаю Там такие люди Илюхин Тонских Родион Ну атака хорошая Не знаю Нет Все таки у нас очень строгая система Да Да Отбора 6 вылетает Одна стыковая Много вылетает Много достаточно Часто у нас гости говорят Что Да На одной стороне В этом логика Тоже есть Я считаю что Со вторых Убрать болото Со вторых Надо Три команды Тоже много Выходит Две Две достаточно Вполне То есть нужно Чтобы выварились команды Больше Что делать Самые стабильные Все остальные Теряют очки Я имею ввиду уровень То есть они в первую лигу выйдут И они не будут там плавать Надо усиляться Безусловно Все равно Чтобы судопоказать Конечно надо усиляться С такими составами Тяжело будет Ну возьмем даже константу Команда на 12 месте На 12 месте Классный футбол А все равно На 12 месте Как То есть грубо говоря Если опустить константу Во вторую лигу То она выиграет Ее без проблем Ну не выиграет Но выйдет 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 конечно Ну почему Может и выиграет Не знаю Но в тройке будет То есть все таки Ты вот считаешь Что такой действительно Очень большой разрыв Очень большой разрыв Да Так считаю Ну давайте тогда Переходить как раз Ко вторым дивизионам Раз уж первым Мы более или менее Обсудили И у меня честно говоря Есть несколько Заготовленных Вопросиков И конечно же Хотелось бы В первую очередь Узнать о названии Команды Феникс 9 Потому что я уже делал Некоторые предположения В предыдущих выпусках Говорил что это может быть 9 жизней кошек У кошки Вот У меня была гипотеза Что 8 в поле 9 Булыкин Поэтому Феникс 9 Артема я с самого начала Чемпионата мучаю С этим вопросом Так Ну на самом деле Все просто Есть хоккейная команда Базируется она В горках 9 Вот И так получилось Что эту команду Организовал тот же самый человек Что и хоккейную Название Такой же Феникс 9 Все В принципе никаких секретов Все Все Тут нету Да Все достаточно тривиально Да Гипотезы наши Себя не оправдали Он Что для него Это девятка То есть Никто в принципе Не вникал Что это значит Значит Вообще В футболе Девятка все-таки Что-то значит Да В футболе Да Вот в девятку Забить Это наверное Самый смак Да Вот может быть Здесь есть Такой небольшой символизм Артем Я посмотрел В твою статистику Ты сыграл 14 из 15 матчей Помнишь ли Игру Которую пропустил Конечно Это была атлетика Я вообще На нее Настраивался Очень хотел Посмотреть на команду Макса Команда играющая У нас еще Блин Проблемы Ну что Все тоже Все довольно-таки Просто Работа Никуда не деться От нее Жить как-то надо Нам Феникси Еще не платят Еще ты сказал Не платят Или Или просто Не платят За Априори Задерживают Задерживают пока Приходится работать Скажи пожалуйста Какую роль в команде Играет Дмитрий Булыкин Он вообще На сайте Если зайти на страничку Команды Указан единственным Представителем Неужто он действительно Сам всеми заниматься Там я не знаю Сбором команды Нет Нет конечно Нет Дима Не может заниматься Не может заниматься Локомотивом Заполнять протокол Еще и На каждую игру Приносить мячи У нас есть тренер Сергей Ланечский Лицов Привет ему Передаю И всей команде Феникс Всей команде Веру И Дима Булыкина Тоже Если смотрит Так Ну То есть Дима Дмитрий Булыкин Это как Талисман Команды Как президент Он приезжает На игры Бывает на тренировках Иногда Когда время есть То есть Он так же занимается Еще с техносилой Вот было у нас пару Спаррингов С техносилой И как? Ну один мы выиграли 6-2 На сетоне летом А второй составчик Был конечно похуже Проиграли Ну вот ты говоришь 1-6 Вот Дима Подсказывает То есть Когда приезжает Та же игра С сетой у него была То есть Он приехал Мы там проиграли Никто никому ничего не пихал Все спокойно Сказал так Ребята успокойтесь Завтра игра Слатутина Так и так Выходите Все нормально Не надо заводиться Тут пихать В общем У нас после этой игры Один человек Выбыл По человеческим качествам И пошла серия побед Извини психанул? Ну там был да Некрасивый эпизод Ну это эмоции Так себя нельзя навести Тёма ты говоришь Что лидером 2-го дивизиона Нужно усиливаться Чтобы играть в первом А в то же время Феникс 9 обыгрывает Команду вышки техносил Ну там был не совсем состав Которым мы сейчас играем Там были такие люди Как Чмутин Который играет за Либо Александр Чмутин Да Макогонов Сергей Лучший полузащитник 1-го дивизиона Востока Который сейчас за Силтик 2 играет Который растащил там Как говорят Просто техносил в середине Ну а в принципе Ну Фениксу 9 Может И не надо Прям усиливаться Под Первый дивизиона Просто надо Лидерам постоянно приезжать Тогда будет Нормальный результат Но не всегда получается Чтобы лидеры Допустим сейчас Есть некоторые там проблемы Лидеры не все Всегда приезжают Но там тяжеловато В некоторых играх Приходится Но с Атлетикой были Я вот своими ребятам Тоже привет передал Ты сказал что Были да С Атлетикой Ну опять Одного не было Утерши чуть-чуть Комарова не было Который очень сильный Допустим В центре поля Цемента После матча Он ездит Очень жаль Горюк Это мозг Наша команда Но да Там был сильный состав Равно что у Феникса 9 Вообще три состава И в зависимости от соперника Подъезжает первая Вторая или третья группа Да ну нет Бредка Кто-то все говорит Какие три состава Ну Два равноценных Есть Но все равно Первый Немножко посильнее Было два состава На Вере Допустим Мы ведем 5-0 Играли по 10 минут 2-0 счет был Выходит первая Семерка То есть Счет уже 5-0 Ну как-то прибивая Просто можно там Растаскивать было Выходит Вторая семерка Тут пускаем Два со штрафных Ребята То есть Не вошли в игру Послабее чуть-чуть Выглядим Все Выходим Опять мы Еще три Веера Вот такие уже глаза Они летят Их не остановить Но потом Как-то переверну Немножко игру Там успокоим Вот это иногда мешает То есть Но ты в первой семерке Ну В том матче Не знаю В смысле не приехал Меня поставили Надо было чуть-чуть уравнять Составы Меня поставили Разбавили Только сказать Да Но ты скромничаешь Скромничаешь Да нет Ну что Дмитрий Булыкин В своем интервью Говорил про футбольные хитрости Которыми он делится С своими одноклубниками Делился ли он с вами Какими ты можешь Лига чемпионовские штучки Штучки Да Много обсуждений Потом было после этого И все Жаждали увидеть Вот эти штучки Где Дима футбольный человек Вот я могу В этом плане сказать Допустим У него бы хорошо Получалось Работать с детьми То есть Он Умеет разговаривать с людьми Допустим Находить общий язык Его все уважают Ему не приходится Кричать Он на равных с нами То есть Общается И все его слушают И уважают Люди тоже все взрослые И поэтому Вещи такие подсказывают Которые я реально по делу Ну какую-нибудь Хитрость Ну и какую-нибудь Хитрость Какую-нибудь Хитрую Шутки Ну просто он чувствует Моменты игры В которых надо Где-то сесть в баронку Допустим Отойти Подержать мяч Я не знаю Успокоить игру Где-то Бывает так Есть такие тренеры Которые гонят себя Ко-моему Теперь Давай Давай 17 Давай 30 Ну Дима не из этих Он как бы Понимает Что где надо Прибаять Да Человек футбольный Приятно с ним И общаться И работать Рад что с ним Вообще познакомился Кто-то говорит Что у него там Корона какая-то Ну это люди Просто не знают Диму И как они Такие вещи говорят Ну Значит на них Можно сделать выводы Что они сами такие А Дмитрий В премьер-лиге Играет за техносилу Да А вот вообще Состоится в высшей лиге Матч Техносила Феникс 9 Ну возможно Конечно Планы есть такие Планы есть Конечно такие Что Возможно уже В следующем году Будет одна команда Феникс играть В высшем дивизионе А одна команда В первом Но чтобы играть В высшем Там естественно Надо усиляться У нас Которые сейчас Играют В нашем составе Люди Ну Даже сейчас Уже есть Ребята Которые готовы Играть в высшей лиге Зовешь К ним Допустим Прибавится Еще Все знают Допустим Ланцова Звезда на западе Это который Их много Именно слуху Ну Алексей Ланцов Который играет За Мега Титан Да Тот же Макагонов Сергей А то есть Макагонов Получается Был на просмотре Подождите Это вот Чмутин Это все Ожидать Вот эти трансферы Все люди У нас есть команда Минифутбольная Которая играет Открытый чемпионат Москвы по имени Футболу Кстати Миша Меркулов Там тоже играет За Сбербанк Там Играет Усадьба Банная Сбербанк играет Еще Ну все Корпоративные команды Хороший уровень Там команд Дальше Усадьба На первом месте Мы вот В этом году Второе место Заняли И там вот Да Подъезжает Ланцов играл За Усадьбу Банную Думаю В этом году Уже будет Играть за нас Возможно Витьеватый Путь Ланцова Из Мега Титана В Феникс 9 Получится Мне кажется Да Ну Сейчас смысла нет Просто поддерживать Этих людей Сейчас и так Все получается Зачем У них Все хорошо А скажи пожалуйста Вот нынешний состав Феникс 9 Если взять То Ты сказал Что будет Две команды Выше лиги В первом дивизионе Вот этот вот Костяк Нынешней команды В каком он Дивизионе Будет играть Все таки Костяк Ну допустим Такие люди Как Мангушев Руслан Перов Дмитрий Комаров Игорь Егоров Никита Желанков Вратарь Игорек Кто еще Пивкин Василий Ну они все В принципе Будут Хорошо смотреться В вышке Там Будет команда Ну точно не хуже Вера 2010 Допустим Да Хотя они Сейчас в порядке В полном Ну то есть Команда По силам По силам Бороться За шестерку То есть все таки Вас разделят Да так или иначе В межсезоне Придется вам Расстаться Играть по сути Ну за родственную команду Но в разных дивизионах Я имею в виду Ну это уже Руководство Руководство решит Дима Булыкин Будет участвовать В этом решении Конечно Это же его команда В принципе Я уверен 10 Ну 10 Ну 99 Скажи пожалуйста Чувствуется ли сейчас Что у Феникса 9 Есть запас прочности То есть Вот в матче Допустим Сейчас В последних турах Тяжело Тяжело уже Поначалу Был да Запас То есть Там 17 Залетало А что изменилось А сейчас 4-0 Потом я понял Что это команда Просто такие То есть это уже тяжело 6-0 Против Кунстанской династии Да и 4-0 С Можайским Это достаточно Бывают матчи Где есть Запас прочный Ну вот допустим Взять последнюю игру С Можайским В 40 минут Что-то 0-0 Был То есть Нам тяжеловат Мяч У нас не было Скорости игры Первого паса Мяч вообще не держался Можайским Можайским Единственное Единственное С турбиной Да Была игра Такая Блин Вообще Они нам Два запихали Там такой нервик Ну все Попадем Потом конечно Пацаны Респект Вообще На характере Не могу Вот этот матч Не спросить Который Вы проиграли Сетуни 4-1 Единственное Ваше Собственно говоря Поражение Единственное Потеря очков На данный момент Вот расскажи Как все-таки Понимаешь Что может Неприятно Тебе будет вспоминать Но ты Расскажи Пожалуйста Как происходило Потому что Многим Это очень интересно Не видели Видео Хотели бы Знать Подробнее Не надо Это видео Ну как Было Поначалу Игра Вроде Все как обычно Мы спокойно Входили в игру Все изменилось Когда просто Сетуни забил Игол И потом У них загорели С глаза У нас ничего Не получалось Зацепил Эдуард Было Да Играл зацепил Эдуард Он там Строил Мозговые атаки Команде Давал установку И Замены Конечно У нас мешали Было очень много Замены Не успели В Хольшево Игру Замены Ничего не получается Впереди Потом Сетуни забивает Второй Опять на контратаке Все уже Как бы 2-1 Счет стал У нас была Штанга И потом Опять контратака Пошла Третий Тут же Четвертый В общем Ну Я не знаю Не наш день Не день бэк Мы вышли Да Ну не знаю Вообще Не настроены Не знаю Наша главная ошибка Наверное В этом сезоне Была Сейчас конечно Этих трех очков Не хватает Сейчас можно было Уже Поспокойнее играть Хотя Может это был Хороший урок На следующий день Мы вышли против Ватутина У нас было Всего 2 замены Но глаза горели Так что Мы просто Готовы Я лично готов был Там лечь Чтобы выиграть Ну это Извечный вопрос Что лучше Второй состав На скамейке запасных Или всего 2-3 замены Ну лучше 2-3 Вот я считаю Самый оптимальный Вот вариант Просто когда У тебя куча народу Выходишь там Тренер Кажется Давай Только не вошел В игру Вроде Пас не точно Отдал Почему Готов Сейчас Это выпустил Он выходит Тоже не вошел А так Когда играешь Ну раз Ошибся 2 Так бывает Потом втянешься Разбелиться Тут может быть Как-то вызывать игроков Ну сейчас В принципе Так и происходит У нас Сейчас такая система Кому-то не звонят Ну просто Есть люди Кто-то в черном списке Нет Людям некоторым Далеко ездить Как бы И ни к чему Вот Сейчас холодно Мерзнуть Не каждый захочет А всем Еще очень интересно Было узнать Как состоялся Твой Приход В команду Феникс 9 Как вообще Тебе поступило Приложение И насколько я понимаю Ты перешел из веера Как тебя отпустило Вообще Верь Даже При том что Ты Понимал Что тебе придется Играть В своих Ну это На самом деле Очень такая Тема такая Была Неприятная Вот это Мне действительно Неприятно Вспоминать Потому что Сейчас уже Все нормально Все Выровнялось У меня есть Друг Близкий Никита Егоров Он как бы Давно В этой команде В мини-футбол И ему Как бы Поступило Предложение Туда пойти Развитие Получить толчок Вперед Попробовать Свои силы Но он Мне предложил Пойти вместе С ним Это все Мы сейчас Про мини-футбол Говорим Нет Уже Про большой футбол Про ЛФЛ Вот Сначала Тема была Такая Что В первую Лигу То есть Можно Сразу В первой Лиге Стартуем Ну и Как-то Захотелось Попробовать Свои силы Возраст Пока еще Позволяет От таких Предложений В принципе Как бы Не отказываются И я знал Что вверх Приходит Глеб Назаров Который Играл За молодежную Сборную Запада И Супрунов То есть Ну моя позиция Будет закрыта Ну и Объяснил Ребятам Так и так Вот Ну не все Поняли Сначала Был конечно Неприятный Осадок Вот Ну Сейчас уже Все нормально С ребятами Общаемся Все Против веера Выходил на поле? Выходил Да Против веера С особым Плессингом Столкнулся? Не Ну поначалу Перед сезоном Как бы Ребят Перед сезоном Столкнулся Да? Обещали Построить мне Последний матч В карьере Но Как бы До матча Поговорили с ребятами Все нормально Через таз Уладили Вот Все поняли Друг друга Что Ну не враги Друг другу Все Близкие люди Вот И В принципе Никто никого Не трогал Хотя матч был Жесткий Жесткий был матч Но грубости Такой не было То есть Никто Никому Ничего Не так Ну конечно Веер С горящими глазами Выходил Потому что Зол был На то что Забрали Как бы Их игроков Им хотелось Доказать Вот Сейчас За вером Следишь Конечно Как дела У команды Приезжаешь Дела Сейчас Просто в гору Идут Молодцы Парни Как вообще Команде Удалось Сделать Такой качественный Рывок В прошлом Сезоне Бороться За выживание Еле Еле Остаться А сейчас В два раза И в этом году Все Как бы Так Ишло По накатанной И должно Было Быть так Ну на самом деле То что Мы ушли Ребята Захотели Еще доказать Может нам Там Сначала Они всех же Рвали Выносили Вот Для меня В принципе Не стало Сюрпризом Потому что Я знал Кто там Пришел Какие позиции Закрыл Супрунов Тот же самый Который В вышке Сейчас смотрится Я смотрел Матч с их населом Закрыл Всех нападающих То есть Это те самые Ребята Которые играли Сами В высшей лиге Потом В долгое время В первом дивизионе Ну У Веры Да У Веры Играет В составе Человек Восемь Которые Выигрывали Первую лигу Плюс Вернулся Андрюха Скотарев Который Входил Вратарь Лет 6 назад Да В тройку лучших Вратарей Запада Это Какой-то уровень Он В свое время Он играл В дублице СК Вместе с Игорем Макинфеевым И Может быть Нам Тоже Откроешь секрет Какой Игрок Провел первый матч В последнем туре За веер И У которого Очень славная Игровая Профессиональная карьера Расскажи Ну Я на него В принципе И приехал Посмотреть Серега Морозов Который Чемпион Европы В составе Сборной России До 17 лет 2006 года Звезда То есть Такая Если можно так сказать Ну Конечно Он просто Вытащил матч Так Весь верх Снял Все внизу Почистил Конечно Человек Приятно Посмотреть На таких людей Вот какие люди Да У нас играют В дивизионе 2б Чемпион Эди выдают Европы Да В команде Игоря Колыванова Да Он главный тренер Причем Сергей Морозов Насколько я знаю Был капитаном Вообще Твоей команды Или Может быть Ну вообще То есть Когда играл За сборную То капитанская У него Составляющая Присутствует Ну точно Точно был Основной защитник Центральный Это 100% Вот Насчет Нет Капитан По-моему Горбатенко Был Если честно Не ошибаюсь Может быть Ивицца Капитана А Или В реале Тоже играл Чемпион Европы Тоже в центре Сейчас не вспомню В том году Вот он По-моему Был капитаном Ну Помог В матче Со Спарты Сергей Морозов Несмотря на то Что Приехал В нефтехимике Он сейчас Нижнекамск Да В нефтехимике Серега Быстро перестроился Блин К нему даже Перестраивался Он по-моему В кроссовках Обычных играл Даже переодеваться Не стал Вот у меня есть Смешная история Про Серегу Но она уже Эта история Обросла легендами Дело в том Что еще Когда в Матвеевке Играли Как-то вот Серега оказался у нас Ну это конечно Была не подстава В атлетике Я имею ввиду Там потому что Они с Сашкой Подымовым дружат А Саша Подымов Всегда играл За атлетику Так вот Мороз Или вот Еще если нам расскажешь Мамуля у него Почему-то такое Очень смешное прозвище Вот Приезжает Мороз Мамуля Играть за атлетику И происходит Такие два момента Буквально Они за минуту Или за две происходят Идет дальняя передача Матвеевка Помнишь Она же побольше Да Больше дальних передач Идет передача А Серега Играя последним защитником Ну центральным защитником Он резко выиграет вперед Ну у нас первый раз Парень там мимо ворот махнул Вторая там Минута проходит Такой же пас Опять Серега Куда-то вперед выбегает Мы не поймем Что он вообще делает И тут шмеха спасает Я уже подхожу Говорю Серега Ну что такое происходит Он такой мне у виска крутит Он говорит Ты что не видишь Двухметровый офсайд Вот история Ну вот Такая легенда Про Серегу Вот соответственно Чего в этот раз Офсайды искусственные не делал Да Не-не Ну тоже Периодически выбегал Вперед Как он играет А он так с головой играл То есть когда-то Там поджимал веер В атаке Серега выдвигался Вперед И два крайних Оставались сзади Ну а один крайний Как он За него уходит И говорит Блин а что он вообще делает Он убегает Говорит Ну кого играет То есть Ну то есть не ожидал Но Серега успел Назад и вперед То есть привычка Это из профессионального футбола Весь подбор выигрывал Да Ну и плюс Когда мяч тур Летел Серега же он здоровый Гол поставит там Из девятки Доставал конечно Такие мертвые мячи Стас Учаевич говорил Что он головой Выбивал до чужой штрафной Площки Мяч один раз Через сетку верхнюю Перелетел Даже не понял Что он попал в мяч голову Вот возвращаясь К второму Б дивизиону Есть ли В нем команда Которая тебя Разочаровал В 2б От которой ты может быть ожидал Перед сезоном Что будет В середине Или бороться Есть Ну не разочаровала Просто как бы Не оправдал ожидания Не оправдал ожидания Это команда Искра В прошлом году Весбри называлась И команда Заречья В том году Обе команды были В десятке были То есть И дивизион был сильнее Было очень много Не то что он прям Намного сильнее Но он был как-то Средний уровень Был да Повыше Искра ты между прочим Лет 7 наверное Или 8 играла В первом дивизионе Искра да Очень долго Там еще остались люди Которые играли Недзельский по-моему Евгений Недзельский В серединке у них там бегают Да В принципе неплохая Но у них тоже Проблема Мне кажется даже Процентов на 80 Они состав сохранили Ну вот сейчас Поднимаются Недавно они были В зоне вольта Сейчас победили Ну Искра дала Хороший бой и вам Ооо мы там Отскочили Если честно Это такая нервная игра Блин Там у них На последних минут В штангу Мяч угодил Не знаю Еле-еле ноги мы унесли Тяжелая игра была Искра хорошо конечно Там Семак Ян По-моему да Все мячи зацепил Просто все Приклеивался Играл же в высшей лиге В премьер лиге Насколько я помню В Каите? В Каите по-моему да Возможно Там кто-то говорил Почему-то в Барсе Мне воспринимается Что в Барсе Еще на Дорогобушке Вот могу ошибаться Профессионально Что-то такое всплывает В старческой памяти Ну не знаю Не знаю Надо проверить Надо будет посмотреть Обязательно Но во всяком случае Он был очень доволен При том что даже Его команда проиграла Вот теперь понятно почему Весь верх Всю борьбу он выиграл Все снял Так ну а в принципе Все остальные На своих местах Я так смотрю Ну За четверку Будут бороться Я еще давно говорил Ривьера Ватутина В Ривьере Есть еще опор В Ривьере Очень крепкая команда С характером Мне кажется Просто там состав Не меняется уже Ну Сыгрываться У них просто Центральный защитник Бомбардир Миша Садогурский Который мы хотели Тоже приглашить Это просто король Угловых аутов По 20 мячей Человек забивает С угловых Просто за сезон В том числе Респект ему Конечно Вообще Миша Так играет Грамотно И в защите Тоже В порядке В полном Надо стремиться К этому На опыте На опыте Молодец Тем Ну ты назвал Команды Которые будут Бороться за Четвертое место Стаковое Которые тоже Будут давать Возможность Попробовать Выйти в первый дивизион Вот что Можешь сказать По таким командам По такой команде Как Ватутина Ну и отдельно Хотел бы тебя По турбине спросить Которая вот там Вслед за вами На третьем месте Расположилась И ты считаешь Что они уже Уже Бортически Может сказать Обеспечились Не то что гарантировали Но уже Одной ногой Они в первом дивизионе Вот с твоей точки Ватутина и турбина Ну давай сначала Про Ватутина Поскольку Ты говорил О группе команд Которые за четвертое место А потом О турбине Тоже мне Твое мнение Хотелось услышать Ну Ватутина Команды Хорошие Мне кажется Не хватает Им немножко Скамейки Даже когда мы Играли с ними У них основной состав Вроде они Добавляют Добавляют Всегда Гол уже Назревает Потом делают Замены Все Как ты играл У них Сразу Ослабляется Качество скамейки Качество Да Но очень сложно Держать Качество скамейки Во втором дивизионе Поскольку Северо-наценные игроки Как бы не всем нравится Сидеть на скамейке Вот этот момент Очень тонкий Тут надо Границы Соблюдать Здесь нужно результат Наверное В первую очередь Давать Ну Никто не любит Сидеть все равно Как бы не было Результата Что там говорить Вот Ну Ватутина Я смотрел Игру С Портером Помню Полностью Ну не полный Так По 15 минут Блин Ну они понравились Мне Конечно Там В центре у них Алиных Хороший Сметанкин Молодые парни Вот эти два Блин Хоромоторные Ребята Два мотора Команды Плюс еще маленький Там Фамилию сейчас не буду Сейчас Перепутаю Потом Проблемы будут Хороший тоже Парень Такой Ну в общем Вообще Шестак там Рома Состав Основной Достойная Игра У них Классная То есть Мяч контролируют Внизу Все Мяч ходит Все нормально Могут дать бой И спортерам По мне Они смотрелись Лучше И то что они Проиграли Блин Ну это футбол Конечно Что там говорить Поэтому Думаю что Турбине Они могут дать бой А у них игра Как раз В этом туре Мое мнение Что это центральная игра Конечно Будет Атлетика Феникс Но все таки Ватутина С турбиной Ну на мой вкус Немножко поинтереснее Ну ты знаешь Я соглашусь с тобой Действительно Особенно Турбина В этом сезоне Радует Что по этой команде Скажешь Турбина Для меня Турбина Лично для меня Самая сильная команда Ну я не беру Нашу команду Самая сильная команда Сильнее Даже Сильнее спорт Но она доказала Допустим В личной игре Ну вот на дистанции Тоже бывают Осечки у них Ну Просто Тоже мнение Допустим Рукой для турбина Что Мы играем Допустим Спортером С преимуществом Потому что Можем время стоять Да Но Когда у турбины Был матч с нами У них там Два состава Так же было Кто мешал Кому выигрывать Вот Но на дистанции Ну может и есть Какое-то преимущество Сейчас Не поспоришь Но Турбина Конечно Сильнее всех Я считаю Потому что Есть Там такие игроки Индивидуально сильные Как Яковенков Края очень сильные Ну вот Яковенков Конечно Правильно Макс как-то отметил Рабен То есть Его смещение Он очень-очень Шустрый парень Правый полузащитник Который смещается В центр И Сумасшедший удар С левой ноги Без варианта Для вратаря Такой Очень скоростной Как ракета Плюс Еще Там Отмечу Последнего Защитника Каратюк По-моему Николай Рослый парень Такой Да он Не то что Рослый Высокий Он просто В борьбу Выигрывает Наш матч Блин Он там Все снял Выбирает Позицию Плюс Он с техникой С головой Я считаю То что Вот у Турбина Хорошая оборона Это его Заслуга Лучшее В дивизионе Меньше всего Пропущенных мячей Всего-навсего Семнадцать Шестнадцать Игра Вообще Для Восемь на восемь Это невероятный результат На мой взгляд Пока лучше Дальше посмотрим На кого ставишь В этом матче Турбина Ватутина Турбина Ватутина Ну не знаю Я поставлю Наверное Лично я В прогнозах Поставлю на Турбину Поскольку у нас Там своя Дуэль Я пока на втором месте Тоже надо догонять Турбина В прогнозистах Ты имеешь Или Да-да В прогнозистах Турбина По всем линиям Выглядит Сбалансирование Ну и как-то Посильнее Посильнее То есть Нападающий Ну вот нападающий Там Хотя тоже хороший Наверное там Через себя он кладут Через матч В порядке Через матч Да И вкладывают видео В общем Показывали Знаю Турбина Мое мнение Будет выше портера Даже Вот я так считаю Даже так Да А Обычно Феникс 9 Она будет Тогда Нет Больше Феникс 9 Не будет А кстати О портере Да Ты сказал Да А скоро Какая игра Случится Феникс 9 С Никой А потом Феникс 9 С Портером А то есть С Никой Да у вас Матч Но сначала Надо выиграть С Никой То есть Сейчас Выпал снег Поля Сейчас изменится Я не знаю Как наша команда Построится Подайпай Потому что в принципе Привыкли все К хорошим условиям Как в миньку Все играют Я не знаю Как мы будем выглядеть Для меня это загадка Но наша команда Физически готова Хорошо А я считаю Что это самое главное Качество На заснеженных полях Сетон парка Я понимаю Что сделать ничего С этим нельзя Приходится только Играть Ну на заснеженных Наверное А вот на скользких Может быть и не физика А где-то мастерство И голова Все равно Физика должна Выходить На первый план Там игра Становится попроще Все равно Уже Фланги решают То есть Закидывать Закидывать Не надо выдумывать Ничего сзади Потому что Поля непредсказуемые То есть обороняться проще Да и командам Играть от оборонки Проще Да На заснеженных полях Больше шансов То есть Нику опасаетесь Несмотря на то Что они в зоне Вернулись Я знаю Там несколько Леху Подушкин Там в центре Неплохой Невысокого роста Такой техничный парень Да В Крылатском месте Начинали тоже Потом Ничутин Там он поиграл В КамАЗе Последним Защитником В КамАЗе Наберной Челны Да Вот какие люди Опять же Играют У нас В 2б Да Он там Хорошо начинает Атаки То есть С пасом Каманочка Такая В принципе Будет непросто То что Не надо смотреть В таблицу Какое Кто место занимает Просто Не будет ни с кем Ну Портер Через 2 недели Понятно Что это будет Это будет битва Наверное Насмерть Можно будет убиваться Щитками обкладываться Это будет битва За первым местом Хотя ты сказал Что Турбина Обгонит Портер Да Я как бы считаю Что да Ну это только мое мнение Никого не хочу обидеть Ну развив-то небольшой Совсем Между Турбиной И Портером Еще личная встреча У них между собой Еще личная встреча И игра У Портера Еще игра с вами Все может В одночасье Поменяться Я считаю Для нас Самый главный Матч в году Будет Второй круг С Турбиной Надо будет Там Рвать жилы Просто На зубах Ну вытаскивать Нельзя давать Эту игру Потом Что еще хотел сказать А Мы Спортером Хотел бы отметить Все таки Они сейчас По набранным очкам Возглавляют Турнирную таблицу У вас Игра в запасе Ну я уже Еще раз повторюсь У нас так же Сет у них была Игра в запасе Я боюсь уже Найти игр в запасе Пока они Возглавляют таблицу Но я согласен Надо догонять В очной встрече Надо Обгонять их И все У них там Хотел бы отметить Конечно Ковлючака Максима Конструктор Все игры В центре поля Но мое мнение Опять же Плеймейкера у них нету Максим Он Разрушитель На мой взгляд Интересно Также он играл в Барсе Много голов Он никогда не забивал Голевых Не отдавал Ну достаточно много У него передач Голевых За Портер СВ Ну сейчас Он играет Как плеймейкер Но мое мнение Он больше Разрушитель Ну это уровень Опять же Второй лиги То что Тут Как бы Можно раздавать А то есть Его уровня хватает Имеешь ввиду Для второй дизиона Его уровня по любому Все равно дает свое Значение В этом плане Защита хорошая Кто у них там Коротков Поигравший В вышке В мегаполисе Где он еще там Росквит В мегаполисе Да В основном В Титане играл Да Коротков нет По-моему В Титане не играл Какое-то время В портере В портере Ельцов Неплохой Тоже я его видел Архангельский Архангельский Да Который тоже Там Всю жизнь До этого В вышке играл Но это Опять же Имена не играет Футбол И возраст Уже Тоже Дает свое У нас команда Посвежее Я надеюсь Да Свои плоды Все равно Все равно Я считаю Как бы Турбина Вот она сильнее В атаке Атака у них Ярче Чем у портера Портер Все равно Хорошая команда Но Атака не такая Яркая у них С тем же Ватутина Я смотрел Ну Вся игра На столбах Шла Такого не было Что-то Прямо За счет чего Тогда всего лишь Одно поражение И одна ничья У портера При 14 победах Вот Как они выиграли Уровень Все равно Выше у них Чем у Средних команд Настрой Опять же Защита Очень много Чего решает Защита хорошая Вратарь Вратарь Хороший у них Стоял За сборами Северо-запада По-моему Опять же уровень Вратарь Это полкоманда Безусловно Давайте все-таки Наверное Перейдем Ко второму А дивизиону Потому что Мы его так пропустили И даже ничего О нем и не сказали А там События тоже Разворачиваются И Так же Меняются у нас Лидеры Чуть ли не каждую неделю Да Дивизион 2 Как Успеваешь следить За вторым А дивизионом И хватает у тебя времени Слежу За вторым 2 И там Поиграл некоторое время За реформер А это вот как раз Тот первый твой уход Да? Ну да Но недодолго Ты на полгода Этот искал В реформере Пола Атака Год меня не было Вере Но судя по Турнирному положению Вовремя Ты Команду покинул Или наоборот Покинул И команда оказалась На 19-й месте Я покинул А они поплыли Куда-то Не туда Да нет Но там не только Я покинул Там покинула целая группа Хороших игроков Там Макаркин Буковский Не знаю Там по-моему Полкоманды ушло С Адриединов Который у них лидером был Не знаю Что-то они Новую команду что-ли строят Они в разные команды ушли Или куда-то все Все в разные Да Все в разные Кто-то там Два брата Лазутина Ну то есть там Целая группа Игроков ушла Сейчас новая команда Абсолютно Что-то они пока плывут По-моему В 3-й дивизион Как-то вообще Все грустно Там Кого только не было Уже шутки ходят Что там игроков Совета берут Не знаю Кирюха говорит На Алиэкспресс Заказываю Я говорю Они пока доходят Походу теряют В качестве Не знаю Срок годности имеют Да Что-то вообще Ну хотя вот 6-6 сыграли Сыграли 6-6 С крепким Фениксом Который в шестерке идет Открытие для меня Там пока классика Вильяминова Ну я в принципе Так и говорил Что они вот Наверху Кому-то там Выигравшие люди 1-й дивизион Это же вот Бывший кристалл Большинство игроков Это вот бывший кристалл Который По-моему Второе все-таки Они заняли место После КПРФ А Второе Ну за второе Да Договорились Там CDN место не зашел А ребята просто Опустились в 4-ю лигу И начали разрывать Сначала 4-ю лигу Потом третью И вот Что неудивительно Сейчас во второе Что-то совершенно неудивительно Да и сейчас вот Кстати импульс Который мы подойдем Да тоже вот Какой-то такой похожий Сценарий избрал Я то есть Думал Интера там Без вопросов Первое место займет Ну что-то Интера То ли не собирается В том году у нас В 2Б в крепком дивизионе Они должны были Без вопросов Брать первое место Но у них 12 очков отняли Там игрока Не заявлено На матчи привозили Леха Приходный Раскрыл Их замысел И снял Две ножки с них Ну на то На Приходный Да чтобы был приход И разоблачил В одночасье И выиграл Вторую дивизию И выиграл Но Интера по классике Занимает третье место Берет свои бронзовые медали И отказываются От участия в первом дивизионе Исторически так складываются Что в пользу Алани Хотя Алани Ну я не знаю Зачем они это делают Как бы Ситуация позволяла Сейчас спокойно Играть там Показывать Футбол Первой лиги Не знаю Что они боятся А там может быть Какая ситуация Что может быть Там премиальные Есть за победы То есть во второй лиге В Интере В Интере Да я вот так подозреваю Не знаю Фактов не имею Но вот подозреваю Улавливаешь логику Что во втором дивизионе Будут в основном победы За них премиальные А если в первом дивизионе То там побеждать сложнее И вот Вот такой вот момент И ты думаешь Что из года в год Спонсор не догадывается Нет Думаю Все проще Просто там люди Не любят Как бы проигрывать Любят получать Удовольствие От побед Поэтому Не хотят Сильно напрягаться Я слышал Что достаточно Возрастная команда Интера Ну Пару матчей Молодежь разбавляет Пару матчей видел Там особый возраст Ты как-то не умер Тоже там Защита И Юрчик молодой И справа там Егоров Молодой Вратарь молодой Кто там старый Сухобрусов Который Папа Папа там Который раньше На форуме был Активный Но он один старый Остальные Сухобрусов Это тот самый Что еще за раменки Играл Ну да И до четвертьфиналку Там отец и сын Я так понял И первой лиги Хорошо выступали Отец и сын Да Отец тоже играет Отец Я про него и говорю Вот он возрастной Сам активный участник Форума Сейчас его вконтакте Конечно не хватает Такое Почему ушел он в подполье Почему затих Ну мне кажется Не признает Новые технологии Вот это все То есть старый форум Да Все таки мы сожалеем О том что так мало В нем Так ну кто Какие там еще команды Вот меня Честно говоря Я всегда Когда открываю Второй дивизион Я прям удивляюсь Причем Вот сколько уже Прошло времени Да До сих пор Открываю вторую дивизион И удивляюсь Наглядя На середину Турнирной таблицы И там Медик И Ритуаль Вот для меня Эти команды Это команды Которые всегда Играют в первом дивизионе И всегда В общем-то Чувствуют там себя хорошо Но даже во второй Лиге Мы видим что Результаты не очень Ты смотрел матчи Ну Ритуаль Я как бы Периодически наблюдаю Ну Для первой дивизиона Уже Ребят не тянутся Возраст Свой берет И уровень Опять же вырос По сравнению Там с Матейскими Годами Ну согласишься Что Ну в том году Они и второго Уже в зону Стыков попали О чем говорить Какой первый дивизион Стыков вниз Тяжело Тяжело Медик Медик неплохо начал Сейчас что-то Сбавлять Не, ну медика В принципе может Идти в десятке В втором Но первый Но нет Но ты согласишься Что допустим Если взять Вот на 5 лет назад Время открутить Что где-то вот Второй дивизион Примерно соответствует Первому дивизиону 5 лет назад Вот так Такие мнения я слышал Ты согласен с этим Или нет То есть посему Если с этим 5 лет назад Это когда Виер Совенты Выходили в вышку Да Да нет Первый был сильнее Все равно был сильнее Да Все равно Вот где-то Первые 8 команд Да Еще Хороший Пониже уже Нет Первый дивизион Нет Не соответствую Действительно Может быть возрастной момент Поскольку Литуаль и Медик Вот насколько я знаю Они сохранили свои составы И практически там Ну может быть Несколько человек пришло А так вообще Своим костяком Они так и играют Вот Ну сейчас Вот насколько играют Настолько играют Литуаль и Медик Да Да Согласен Вот в этом и все Прям надо все равно Освежать На своем месте Добавлять С нынешним составом Да Допустим Если бы Вейер играл Тем составом Который играл Там В Матвеевке Ну вот эта команда Бурж в третьем дивизионе была Вот Ну Опять же Сейчас выходят новые Лидеры Молодые Парни приходят Такие как Глеб Там Анаазаров Вася Миша вот пришел Освежил Он не молодой Но все равно Приходит Леха Крылов Без обновлений Ничего не будет Никакого роста Развития Все будет Падать Результаты Ну в то же время Надо У Медика Да У Шамиля Или у Сережи Жмачкова Если у них поинтересоваться А хотите ли вообще В первый дивизион Ты вернулся Да я думаю Они не хотят Я думаю Что Все устраивает Да Я думаю Что их устраивает Во втором дивизионе играть Первый дивизион Все равно У нас Растет С течением времени Уже Сохраняет за собой Дивизионы Да То есть Участники Да Бронируют В каких-то дивизионах Где им удобнее играть Просто Вот если сейчас Заглянуть вперед В конец Чемпионата Как бы ты расставил Первую пятерку В этом дивизионе А в каком В два В два Вообще Прямо с первого места Начинаем Да Почему бы и нет Первый Вильяминова Думаю Будет Так Втором Кто-то Есть Сейчас Посмотрите Адидас И Классика Я думаю Будут бороться За второе То есть Так не сказать Примерно равные Команды Ну Адидас Да Хорошая команда Классика У них У23 Они все Моложе 23 лет Я так посмотрел По заявке Да Все Моложе Причем Мне кажется Или был еще В свое время Два года назад Адидас 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 А То есть Это те же самые Которые То есть Следовательно Будет каждый год Меняться Название Ну вот Я не знаю Если я прав Вот Классика Допустим Они с того года Тоже начинали Добавлять С конца чемпионата Сейчас уже Наверху Допустим Без поражения Шли Недавно Только начали Проигрывать Состав тоже Там Я бы не сказал Что там Кем-то усилили Или Кто-то пришел Там И команда Поперла Просто Одним и тем же составом Ну Ребята молодые Опять же А Литуаль Допустим Возрастные В этом и есть разница Те, кому за 30 Ну да Что те-то уже Сбавляют А эти прибавляют Классика бы отметил Конечно Там есть яркие игроки Там Бресов Хороший Никита Индивидуально Сильно Растукнов Забивает Космические Цифры Кстати Классика В последнем туре Команда проигрывает Вымпелу Гол Сергея Ефимова И Сенсационная Победа Вымпела Над Классикой И тут же меняется Лидер Вильяминова Заходит на первую строчку А Классика Опускается на вторую Не слышал что-нибудь Про этот матч Вообще Что там произошло Слышал что там Какие-то страсти кипели Что Классика С досадой Назвал Вымпел мертвым Вот Вымпела тоже Неплохие парни Это уже после матча Или до Может во время Не было Но Это говорит о том Что на Классику Уже настраиваются Как на лидера Я просто Почему об этом говорю Им будет намного Сложнее сейчас Играть во втором круге Когда на тебя Настраиваются Я просто знаю По Фениксу Все выходят С горящими глазами Играют от обороны Уже Поначалу там Было попроще Выходят с тобой Как бы Выходят играть в футбол А сейчас Все равно выходят И все на результат Тот же Можайский бегал И как бы Ребята говорили Давайте уже забьем А то еще мешок получим То есть Пытались скорее Забить И сесть в оборонку Сохранить счет Так же и у Классика Будет Будет сложнее парням Но в тройке останутся Да на твой взгляд Ну Интера поднажмет Все равно То есть Классика Адидас и Интера Могут Эти вот Второе-четвертое места Где-то вот Распределить между собой Да То есть Остальные команды Чуть послабее Тебе кажется Да Там Неко Феникс Вот мы смотрим Здесь поддавлю Там Неко Неплохая тоже Команочка там Яркая Литвинец Там у них Хороший такой Как в поиске В вечном поиске Своей игры Ну я не знаю Это просто Мне путает карты В поиске Не в поиске Мне выстрелили Неплохо Сразу с третьего дивизиона Так наверх Взлетели Больше я не вижу Прямо команд Которые могут поджать Феникс Феникс тоже С третьего дивизиона Третье место Они заняли В группе Ну будут где-то Вот За четверку Не зацепиться Или выбил Может быть сейчас Попрет Вессайд бы отметил Поднялась Кому-то недавно Тоже с реформером Болтала снизу Ну там пертурбации Какие-то происходят Все время Между вестсайдом И вестсайдом 2 И теперь Разобраться Кто где играет Динамо западное За кого Динамо западное Это бывшая Вестсайд 2 То есть Ребята зашли С 2б Грубо говоря Сейчас Вот Первую победу Вроде одержали В прошлом туре Не ошибаюсь Нет С кем они играли Да 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 Выиграли Поздравляю 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 Пусть так же Приложают дальше Потом Мистерия конечно Расстраивает Лично Не расстраивает А как-то Разочаровал Не то что Из них болею Переживаю Удивляет Результат Состав хороший Играют Знакомые ребята Все время Они пятерку Поджимали Там где-то До шестого Они всегда Вообще Реформеры И Мистерия Они боролись За четверку Всегда Всегда выше середины Да И дивизион Было еще Сильнее А что-то в этом году Прям Прям вообще Ужасно Ужасно Т-34 Непонятно Такой состав Там Подберезкин Щербаков Занегин Да Занегин Кстати Вот Последний матч играл Т-34 Выиграли у Томеки Которую мы 2-1 Которую мы затрагировали Но у них я думаю Там Насколько я знаю Там и Щербаков Играл в том матче Щербаков Велицкий У Литуале Выше лиги Да Со сбором Проблем Каждый раз Собирался Автор забитого мяча С Томекой Ну вот Подберезкин Иванов Состав На первую лигу На самом деле Я вообще думал Что они будут Не собираются Они все время Вот таким составом Кто-то бывает Кто-то Кого-то нет Ну в этом и есть Удовольствие Что-ли Уже начинают Играть Ребята уже Отпахали Там в эти годы Ну можно заиграться Я говорю Система такая жесткая Что можно в следующем году Играть уже в третьем Как бы удовольствие А там удовольствия мало В этом году Я уже смотрю Восемь команд Вообще Особо интереса нет Сокращается Да Немножко Количество команд Угасает Угасает И Система И это должно Мотивировать Все команды Остаться Что пока Во втором Движуха нормальная Надо оставаться Вниз Резона нет И соответственно Должна быть мотивация Команд из третьей лиги Попасть сюда Во второй Ну да Само собой Ну что ж С Артемом Обсудили мы Перепетии Первого дивизиона И двух Вторых лиг Артем Спасибо тебе большое Еще раз Что нашел время Доехал до нас Рассказал Столько новой информации Мы узнали Интересной Вот Может привет Какие-то передашь Сейчас да Вам хотел бы сказать Сразу спасибо большое Приятно вести было Вначале так нервничал Чуть Что-то Переживал Потом вы Помогли нормально Пошло Даже не заметил Как час прилетел Хотел передать привет Жене Дочке Аришке Ирине Жене своей Еще раз привет Теще любимой В общем Всех кто меня знает Всем привет Пацаны Удачи на полях Главное без травм Сейчас погода тяжелая А я Удачного футбола Все Спасибо большое Спасибо Артем Белов Полузащитник Один из лидеров Команды Феникс 9 Человек который Знает О западных лигах Ну Практически все И главный болельщик Команды Веер Да Вееру привет Остались неохваченными У нас Два дивизиона Два ниших 3А И 3Б Если В 3Б Все очень Степенно Как вот Река Вода течет Так вот Потихонечку В общем там События развиваются То в 3А Страсти разгорелись Не на шутку Здесь Казалось бы После Отличной Отлично проведенного отрезка Флагман уже Вплотную Приблизился К Первому месту И вообще мог В общем-то Оказаться на этой позиции Но Вдруг Хотя и не вдруг Да Как мы уже говорили В предыдущих передачах Что очень серьезная группа Преследования В 3А дивизионе Флагман уступает Рубикону За счетом 3-1 Вынесенный Пятничный матч И который очень сильно Сказался в итоге На турнирной таблице При этом Тегли и дубль Обыгрывает партизан Выходит на первую позицию И что Вообще остается За грани понимания Вася Косович Пока что Пока мы не разобрались Пока мы Какие-то вот Вестей не собрали С полей Цемент играет 1-1 со Сколковым Спартаком Сколковым Который идет на Последнем месте Да И более того Я вам скажу Что это первые очки Спартака В этом сезоне А цемент Между прочим Занимает третью строчку Турнирной таблицы Поэтому Это только начало зимы Я думаю Что такие результаты Еще будут Обязательно Поэтому мы Конечно Ну не знаю Я вот честно Не знаю Чем все закончится Вот в третьей дивизионе Как это В итоге Турнирная таблица Будет выглядеть Потому что Партизан Проигрывает Флагманом Проигрывает Кеглем Проигрывает Тут же МММ МММ Будем так называть Эту команду За счетом 4-1 И уже Лидируя Еще только Недавно В турнирной таблице Сейчас уже Занимает Аж шестую строчку Шестую строчку Да Удивительно Это удивительно Абсолютно При этом Я бы еще В некоторой подвижке Заметил В нижней части Турнира таблиц Та же Армада 4 победы Одержав подряд Сейчас Обогнала СКА Да Мы говорили Что СКА Скорее всего Тоже будет бороться Как минимум За пьедестал Да Или хотя бы За первую пятерку То есть Ситуация Очень сильно Закручивается И Будем ждать Будем посмотреть Здесь прогнозировать Что-либо Я просто не берусь Но по факту Спартак Сколково Делает на такой Настоящий Скол На цементной глыбе 1-1 Результат Этого тура Наверное Точнее 15-го тура Я думаю Предшествовал Да Последнему Но конечно же Мы были Очень удивлены Этому результату И поздравляем Спартак Сколково С первым набранным очком Ну А Если В 3А События разворачиваются Очень бурно Интересно И все Меняется в одночасье То В дивизионе 3Б Наоборот Как ты сказал Все течет И все Достаточно Логично Команда Импульс Коллектив Александра Кодина Действительно Настоящий Мэтр Этого дивизиона Продолжают Штамповать Крупные победы Вот одержаны Разгромы Над Спорт Сити 11-4 Над Валтикой Д 13-2 Но здесь В принципе С этой командой Все понятно Она займет Первое место Также Вслед за ними С небольшими потерями Идет команда Ивана Лихоманова Сокол Сокол Также Выигрывает Два своих матча У Бородино 2-3-2 И у Галс 7-2 Тут думаю Тоже вопросов Нет никаких Сокол Выйдет Во вторую лигу Дальше Здесь Подтянулся Форум Команда Николая Ворова Имеет 34 очка Ну вот Может она В принципе С Соколом Побороться Но с импульсом Уже вряд ли Интрига Дивизиона 3Б состоит Лишь в том Кто займет Четвертую строчку Да Которая дает Прямой выход Во второй дивизион Здесь Претендентов Достаточно много И так же Как и пятая Позиция Которая дает Возможность Поучаствовать в стыке Но здесь Целый ряд команд Претендует на Вот этот Титул На четвертые Пятые места Это и Айв И Бородино 2 А так же Ред Зори Олимпик Ну то есть Здесь по 25 По 24 очка У этих команд В принципе Вот интрига В дивизионе 3Б Сохраняется Лишь вот На этом уровне Вот под Тремя Лидирующими Коллективами Да Вот интересная Судьба Команды Бородино 2 Я слышал Что многие Перешли в Бородино Или это уже Совершенно верно Да В том числе Лидер Гор Казарян Играет уже В первом дивизионе Да Еще ряд Ряд людей Которые В прошлом году Выступали Сами в первом дивизионе Они по сути Вернулись туда Да Но немножко В другом качестве Оставили Вместо себя Ну так сказать Своих Я к чему Я к чему К тому Что стоит ли Сейчас Ждать Не самых лучших Результатов От команды Бородино 2 Ну вот Смотря что считать Хорошим результатом К примеру В последнем туре Проиграли Соколу Который Как я уже отметил На втором месте Находится Но проиграли Со счетом Более чем достойным 3-2 Таким счетом Завершился этот поединок И я думаю Что все-таки Гор Казарян Эту команду Не бросит И всячески Будет помогать Помогать Остаться на плаву И попробовать Все-таки Выбраться Туда дивизионом Выше Да Насколько я понимаю Все-таки Заявки у команды Разные Что Бородино Что Бородино 2 И поэтому Совершенно спокойно Бородино 2 Может оказаться В дивизионе выше Выйти во вторую Великую И играть там А вот команда Бородино Мы уже говорили О первом дивизионе Она пока что Находится в зоне вылета И в итоге Мы конечно желаем Тоже Остаться в первом дивизионе Бородино Окажется в одном дивизионе Если их Наши руководители Не разведут Но тем не менее Этим командам Обеим желаем успеха Одним выйти А вторым Сохранить прописку В первом дивизионе Что ж Это пожалуй все О чем мы Хотели поговорить В этом выпуске Точнее успели поговорить У нас был Очень интересный гость Он выступил В качестве Наверное еще И эксперта Большое спасибо Артему Белову За то что Провел этот вечер с нами И поделился Действительно той информацией Которую скопил За многочисленные года Выступления В любительском футболе С вами в студии Были Дмитрий Ершов Мой коллега Максим Киселев Большое вам спасибо Что были с нами Спасибо за внимание Друзья Играйте в футбол Он всех рассудит До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok